сегодняшняя лекция посвящена тому как можно диагностировать человека по признакам внешнего вида вам это интересно но было бы неинтересно не пришли бы да и так на что мы должны обращать внимание когда к нам приходит человек и так я сейчас буду рассказывать а вы можете для себя за и так первое и достаточно важное запах от человека когда к вам приходит человек не забудьте его понюхать не обращайте пока внимание на то какой человек обратите внимание на то как он пахнет и так какие бывают виды запаха виды запаха от тела и изо рта и так изо рта очень сильно и ярко пахнет нехорошо причем запахом гниения тире пишем запах гниения панкреатит вас есть знакомые у которых пахнет изо рта как будто гниет что-то панкреатит если такой панкреатит есть у человека то если запах гниения то очень сложная фаза и скорее всего эта фаза приведет к дальнейшему гнойному развитию панкреатита то есть этот панкреатит разовьется в гнойную форму и после этого нужно будет удалять я заметил что у людей у которых в дальнейшем появляется онкология поджелудочной железы длительное время изо рта пахнет гнойными гнойной псени гнойной палочки вот так нужно говорить поэтому если от человека очень плохо пахнет и в этом запахе присутствует запах гниения это панкреатит скорее всего формирующийся и в острой форме находящийся второе если пахнет кислым горьким но все равно нехорошо это могут быть признаками сахарного диабета также крупа пищевода это когда в пищеводе появляются язвочки пищевод это та трубка которая соединяет наш приемник рот с нашим желудком поняли это большая длинная трубка которая не такая простая вы знаете когда у человека появляется во рту белые кусочки это говорит о том что у него есть грыжи в пищеводе или на самом пищеводе образовывается бактериальные наслоения поняли почему это происходит это происходит и это не связано совершенно с горлом хоть полоскайте вы горло хоть не полоскайте это все равно будет у вас появляться почему это связано с тем что эти наслоения бактерий они наслаиваются на самом пищеводе в это время нужно не лечить гортань не лечить горло человеку и в том числе там не ставить такой диагноз как ларингит там аденоиды и так далее необходимо лечить пищевод ну да на горле то есть мы даже просматривая горлышко видим на уровне гланты мешочков видим такие белые-белые налеты они обычно откашливаются у человека имеет очень неприятный запах это неприятный запах это обыкновенные грыжи которые связаны и дальше наверное открою тайну оказывается это все появляется в тот момент когда человек принимает через вы чай на горячую пищу не надо пить очень горячий чай как говорят люди кышкой пары не надо не нужно это все вредно оказывается оказывается грыжа пищевода иногда может развиваться в том числе еще из-за применения очень горячей пищи когда человек схватил и вместо того чтобы выплюнуть глотает вот эта горячая смесь она попадает в кишечник или попадает желудок если он не запивает водой и образовывает там ожог после того когда образовывается ожог то это фиброз тканей то есть они умерщвляются в том месте где ткани умерщвляются они теряют тонус когда теряют тонус образовывают мешочек это и есть грыжа или грыжа согласны с этим разумно таким образом не стоит человеку применять горячую пищу а также пить чрезвычайно горячий чай то есть если чай очень горячий нужно подождать все-таки того момента когда это чай остынет я недавно смотрел такой фильм и там мужчина один целитель рассказывал о том что необходимо просто человеку пить горячий чай необходимо его пить таким горячим чтобы подогревался там и кишечник и так далее это это все ерунда потому что горячий чай это опасная реактивная структура имеет в себе еще и реактивную реактивные дубильные вещества чтобы вы понимали таким образом попадая на ткани может убить верхнюю часть ткани а также привести к фиброзу анемии в дальнейшем и к разрушению ну ткань никуда не девается она просто перестает работать и выглядит в дальнейшем как мозоль только этот мозоль в середине там желудка или в середине кишечника разумно дальше как же лечить все-таки вот такие вот проблемы пищевода но сегодня все-таки диагностика важнее тем не менее если есть вот такие проблемы пищевода то человеку можно предложить чтобы он в течение дня пил лимонный сок чисто лимонный сок по чуть-чуть если если у человека лимонный сок вызывает невероятное жжение в пищеводе это правильно почему таким образом обнажаются или оголяются и дезинфицируется в том числе те пораженные части пищевода которые связаны как раз развитием вот этого заболевания повышенная кислотность пищевода а также то что и привело к тому что кислотность привела к эрозии и это эрозия начала создавать предпосылки формирования развития колоний бактерий которые находятся в пищеводе и потом выделяется в виде вот таких кусочков с неприятным запахом правильно таким образом принятие лимонного сока для пищевода неплохо в случае если же это продолжается вновь и вновь то нужно обязательно дать человеку скажите чем мы смазываем раны самое простое про самая простая облепиха ладно согласен облепиху внутрь как-то не очень приятно она вонючая йод слышали о том что йод есть да можно взять одну каплю йода капнуть ее на одну столовую ложку молока быстро размешать и на ночь перед самым сном выпить данное лечение при этом после приема еды не менее чем 2-3 часа то есть перед самым сном вот если это делать перед самым сном то те воспалительные процессы которые могут привести к дальнейшему к развитию такого сложного заболевания как дистрофия пищевода ложный круг пищевода также заболевания когда выделяются эти кусочки полностью исчезли и так от человека пахнет от тела человека пахнет так как будто он очень давно не моется это сто процентов большое содержание тестостерона или же второе сахарный диабет анемия то есть отсутствие правильно формирующегося гемоглобина то есть если от человека очень сильно пахнет потом вот он садится и говорит у меня попадаются такие люди человек говорит у меня если эта женщина это гормональный сбой может быть с какой гормональный сбой не ищите этих гормональных сбоев вы можете знать этот гормональный сбой высокое содержание тестостерона второе если очень сильно пахнет это может быть проявление сахарного диабета или проявление прыгающего прыгающего инсулина или прыгающего сахара то есть либо глюкоза повышается либо инсулин исчезает то есть это какие-то проблемы связанные как раз с эндокринной системой поджелудочной железы и третья анемия при анемии всегда тело хоть ребенок хоть взрослая женщина начинает пахнуть так как будто не моется жилистая не меда жилистыми по идее анемия может быть на фоне еще и сахарного диабета гликигируется гемоглобин таким образом основную функцию гемоглобин не испытывает вы понимаете в чем особенность нашего гемоглобина наш гемоглобин является элементом или лодочкой которая носит кислород согласны зачем нашему телу или нашей крови кислород кислород нужен нашей крови потому что он является самым мощным окислителем любое действующее вещество металл токсическое вещество любой любой абсолютно выделяемый фермент в крови он попадает сразу же под влияние гемоглобина и кислород берет на себя функцию раскисления и уничтожения отсюда вы есть понятие которое называется высокая кислотность крови поняли почему высокая кислотность крови потому что много минеральных веществ в крови находится и это большое количество минеральных веществ она раскисляется и холестерина она раскисляется за счет кислорода в этом случае происходит падение свечения и падение окраса эритроцита в крови ну наверное это очень сложно тем не менее можно с этой позиции объяснить себе почему при туберкулезе очень высокий гемоглобин у человека это связано с тем что при туберкулезе происходит распад тканей легких когда происходит распад тканей легких то организму необходимо снизить количество гемоглобин футы увеличить количество гемоглобина с целью увеличить количество поступления минеральных веществ и усвоение минеральных веществ которые могут быть строительным материалом для того чтобы восстановить для того чтобы восстанавливать легочную структуру особенно таких как силиция и кальций представляете таким образом таким образом можно понять почему у женщин или у мужчин появляется анемия и если у человека есть аныме это количество микроэлементов особенно таких как силиции и кальций нужно сокращать а вот случай если у человека есть заболевание туберкулез то наоборот количество таких элементов как силициум и кальций нужно увеличивать представляете не напрасно вот в таких книгах по народному целительству часто пишут о том что заболевания которые связаны с туберкулезом лечатся белой глиной это силициум чистом виде понятно да и так в случае если от человека плохо пахнет мы уже знаем как ему помогать дальше когда человек сел и мы его понюхали определили как пахнет его тело и дальше не пахнет тело изо рта пахнет не пахнет изо рта начинаем обращать внимание на внешний вид этого человека и так что нам сразу бросается в глаза волосы волосы и так волосы слипшиеся и в конце образовывают тоненькие тоненькие сосульки да это не значит что они не грязные очень часто люди стараются мыть волосы но они все равно у них не вымываются это связано с заболеванием щитовидной железы является следствием гипофункции щитовидной железы при гипофункции щитовидной железы как бы не лечили щитовидную железу если гипофункция присутствует то как бы волосы не мылись они все время имеют вид неухоженный и слипшийся понятно это проблема щитовидки дальше склероз при склерозе волосы тоже имеют нетипичную форму и выглядят так на концах они красивые но в самом начале как бы вырастая из головы имеют неухоженный вид и как будто немножечко жирный это скорее всего склероз сосудов также волосы могут быть жирными у человека в случае если он не высыпается по ночам а это может быть уже психическое отклонение дальше волосы сухие ломки на концах могут быть признаком анемии и заболевание селезенки и залив заболевание селезенки волосы выпадают волосы выпадают психизмы неумение успокаиваться особенно в ночное время что дает разогрев верхней поверхности верхней поверхности кожи поэтому человеку нужно посоветовать мыть голову холодной водой также волосы могут высыпаться при активном гипотиреозе и уже заболеваниях щитовидной железы человек очень высыпаются заболевания щитовидной железы есть такие редкие заболевания как заболевания канавалова вильсона при заболеваниях канавалова вильсона которая связана с тем что у человека происходит отравление медью происходит еще и выпадение волос при этом нарастающее количество волос больше чем количество выпадающих волос но волос выпадает очень много человек просто очень быстро на человеке очень быстро начинают расти волос это переизбыток калия и переизбыток усвоения меди поняли дальше когда смотрим на человека вы должны посмотреть как он держит голову держит ее на бок держит ее ровно вперед немножко или как-то делает все время какие-то движения и так что это обозначает в случае если человек держит на одну на бок голову влево или вправо если человек держит так голову то тогда нужно лечить этому человеку заболевания в виде то сосудистой дистонии или спазмов шейных артерий которые вероятное всего связано с тем что у человека есть проблемы позвонков шейных артерий или сосудов шеи или сосудов коры головного мозга нужно сразу же у него спросить не проявляется ли у него шум в голове шум в ушах или даже не проявляется ли это в виде слепоты там не слепнет ли он по чуть-чуть внешние признаки еще такие могут быть покашливает нужно в этот момент спросить когда вы покашливаете то у вас есть ощущение будто скапливается что-то или у вас покашливание сухое так вот в случае если есть ощущение будто что-то скапливается это говорит о том что человек страдает аллергией понятно аллергии случае если что-то скапливается это аллергия в случае если ничего не скапливается вот так в случае если не скапливается а происходит как сжатие и расслабление спазма то есть не ничего не выделяется то есть при аллергии человек вот так поделала у него как откашливая что-то при заболевании щитовидной железы гипофункции щитовидной железы базедовой болезни происходит сухое вот такое бесконечное дырчание человек вот так делает как определить это все-таки проявление щитовидной железы или это проявление или это проявление аллергии при щитовидной железы такое покашливание менее частое чем при аллергической реакции понятно сейчас люди приходят им говорю там человек приходит и я говорю давно вот так делаете давно уже делаю но сейчас как осень началась начала делать еще сильнее отлично осень является первым проявлением ярких аллергических всплесков поэтому для этого человека сразу же начинаем применять или давать антигистаминные препараты антигистаминные препараты я рекомендую из украинских то вигил и кларитин то вигил и кларитин просто очень много использовали разных гистаминных препаратов и вы знаете к сожалению действующие вещества многих меняются на протяжении одного года это что раньше мог помогать человеку цитрин в этом году почему-то не помогает не диазолин не цитрин понимаете поэтому пришлось искать те препараты которые помогают и начали применять то видел к радости он хороший оказался и сейчас начали применять и давать на ночь человеку стал лучше буквально позавчера обратились с ребенком и говорят что ребенок кашляет врачи не могут поставить диагноз и так далее кашляет по ночам задыхается я говорю сколько лет ребенку ребенку пять лет а рост какой у ребенка а рост метр почти 40 я верю надо же у вас такой ребенок высокий покажите мне этого ребенка вы представляете показали ребенка эта девочка на худая высокая сразу же предположительно можно было поставить диагноз кальциемия отсутствие кальция а кальций является электролитом таким образом случае если кальция много у человека появляется гипертония что это за препараты метапролол что это за препараты адельфан синупред что это за препараты это препараты ингибиторы обратной связи усвоения кальция в нашем теле таким образом кровь не усваивает кальций это и приводит тому что сердце расслабляется и по и сосудистая система и венозная система не создает предпосылки формирование развития гипертонии также бывает и кальциемия это когда у человека не хватает кальция развивается ишемическая болезнь сердца потому что именно кальций является тем электролитом который сжимает наше сердце вы представляете да вы представляете если вам сейчас начать давать кальций то в случае если у вас гипертония то он вообще будет плохо потому что а мне тоже это очень непонятно правильно то что вы машете головой делаете ахахах почему потому что есть ряд компаний которые постоянно советуют большое количество кальций кому всем подряд и после этого говорят что этот кальций необходим всем подряд и не удосуживается узнать зачем же этот кальций необходим так вот открываю для вас тайну кальций необходим нам для того чтобы он мог усваиваться нашей кровью и в нашей крови находясь этот кальций является электролитом для проведения электрических или увеличение электрических зарядов для того чтобы наша сердечная деятельность могла правильно функционировать таким образом увеличь кальций и приведи человека гипертонии а когда вы принимаете препараты которые убирают заболевания гипертонии то вы делаете не что другое как на время убираете из своего организма переизбыток кальция который может являться или может проявляться вследствие того что ваша кровь не раскисляет этот кальций а это видимо связано с тем что высокий холестерин понимаете и так далее а мы начинаем обращать внимание и говорим о это холестерина много давай принимай противо холестериновые препараты и кальций но кальций зачем-то ладно отъехали от темы дальше что мы можем видеть еще какая может быть осанка если из обратите внимание на плечи как плечи посажены если плечи посажены вперед и человек немножко сутулиться это говорит о заболевании гипертония пороки сердца если плечи отведены назад человек сидит и его грудь имеет кили видную форму увидели наверно да грудь имеет кили видную форму это говорит о том что у человека есть заболевания а витаминоз не усвоение белков не усвоение белков проблемы кишечника обратите внимание на то насколько человек отекший очень крупный живот это говорит о том что плохо работают почки если живот крупный и торчит на уровне поджелудочной железы видели наверно такое если живот торчит на уровне поджелудочной железы это скорее всего проблемы поджелудочной железы какие проблемы если живот отекший большой и торчит вперед значит эта проблема поджелудочной железы скорее всего формирования сахарного диабета и панкреатита если у человека во время осмотра натянуты жилы это тоже мы иногда можем на это обращать внимание смотрим на шею и там как будто шея находится в таком тонусе и каждая мышца вырисована и прямо сжима сжата как пружина это говорит о том что у человека яркие неврозы навязчивые идеи а также вероятнее всего панические атаки шея предатель вы представляете если шея натянута то это может быть еще и бессонницы я видел таких людей у которых жилы на шее натянуты до предела просто знаете ощущение такое как будто это арфа и там струны и по ним можно играть и обычно это люди которые очень быстро разговаривают очень эксцентричны импульсивны не могут успокоиться имеют астенический характер такой холерический они не могут быть спокойными все время на взвинченном состоянии у них бесконечная эйфория немного хотят работать много чего-то делать у них под бесконечное я я я имени меня то есть они стараются все объяснить но это опрометчивое состояние почему наша нервная деятельность имеет три элемента это элемент спокойствия элемент элементы фаре а также элемент угнетения видимо эти люди находятся в элементе эйфории они в элементе спокойствия дело в том что для психической деятельности нормальной необходимо чтобы у человека присутствовало и 1 и 2 3 но элемент спокойствия во всем должен превалировать потому что в случае если у человека элемент эйфория длительный то тогда у него появляется бессонница, панические атаки, истощение нервной деятельности. Если у человека есть все-таки состояние угнетения, он все время в угнетенном состоянии, это тоже неправильно. Это приведет тоже к бессонницам, в дальнейшем к паническим атакам и депрессивным эпизодам. Разумно это, да? Что можно посоветовать, я расскажу потом. Дальше, на что обращаем внимание? На кисти и на руки. Он же сидит обычный, вот так вот ручки лежат перед вами. Обращаем внимание на ручки. Очень часто мы можем заметить, а дутловатость рук. А дутловатость рук говорит о почечной недостаточности. Такие руки, как очень большие. Если руки очень большие, это может говорить о том, что у человека тромбозы тканей ног и рук. Тромбозы, то есть человек склонен к повышенным тромбоцитам. Попросите человека сжать руку, сжать руку. Если человек сжимая руку говорит, такое ощущение, как будто дожать руку не могу. Это первые признаки того, что почки перестали правильно работать. Нужно попросить человека, чтобы он в течение одного дня или нескольких суток пописал в баночку. Это называется диурез. Если диурез больше трех литров, это тоже очень плохо. Это говорит о том, что происходит потеря жидкости из организма. Нормальный диурез человека, это полтора литра-два с половиной литра. Естественно, если вы принимаете большое количество, это при применении естественной пищи. Поняли? Это при применении естественной пищи. Дальше. В случае, если у человека одутловатые руки и немножко с синюшным отливом, это может говорить о том, что человек употребляет наркотики. Также в этот момент нужно спросить, есть ли у человека потеря зрения. Нет, рук, рук, синюшные. Вот, отекшая рука и синюшная рука. Дело в том, что, ну, скорее всего, инъекционных форм. Дело в том, что это первые признаки, на которые обращают внимание в наркологическом диспансере. И обращают внимание на то, что руки отекшие, а также руки синюшные. С чем это связано? В момент инъекции происходит всегда реакция организма, и сосуды тромбируются. Сосуды тромбируются. Понятно? Дальше. Кончики пальцев. Нужно попросить человека, чтобы он поднял руку и посмотреть на его подушечки. Иногда так бывает, что подушечки синеют. Поняли? Синеют. То есть вот здесь вот синие подушечки. Если синие подушечки, то это говорит о том, что у человека либо вегетососудистая дистония и спазмы сосудов, особенно спазмы сосудов, а это уже психические заболевания, это уже неврозы. Или же у человека есть заболевания целиком, связанные с сосудистыми дистрофиями. И это может быть первым признаком такого заболевания страшного, который называется склеродермия. Как проверить, есть она при синих пальчиках или нет? Нужно спросить у человека, есть ли у вас боли в суставах, потому что первые признаки склеродермии это боли в суставах. А также нужно взять фонарик и посветить вниз ногтя фонариком, так чтобы появилась просветка этого фонарика и просветка этой кожи. Если в середине вы заметите огромное количество венок и сосудиков, которые как паутинка будут, то скорее всего склеродермия имеет место быть. В случае, если там небольшое количество сосудиков, то склеродермии нет. Что такое склеродермия? Это тромботизация самых-самых мелких сосудов, без дальнейшего выведения. Да, то есть кровь вошла, запеклась, извиняюсь за эти слова, и не вышла. И после этого видна в виде вот такой вот тромботизации сосудов. Таким образом мы видим паутинку в середине пальчиков. У меня была женщина, которая когда-то в Симферополе пришла и говорит, не находит у меня ревматоидного артрита и вообще, а я чувствую себя плохо. Может вы поможете, может это порча из глаза. Я говорю, я обратил внимание на то, что у нее синие пальчики. После этого посвятили фонариком и определилось, что она болеет таким заболеванием, как склеродермия. Я говорю, я вам ставлю диагноз склеродермия. Идите к врачу и скажите, была у врача, и он гипотетически ставил склеродермию. После этого провели иммунные исследования, клеточные исследования, и диагноз был поставлен. Потому что является атовизмом иммунного, вернее, селективного происхождения. То есть передающиеся генетические, генетическое заболевание. Таким образом она говорит, а что же мне теперь делать? Естественно, те дозы преднизолона, которые она принимала при склеродермии в ее форме, будут недостаточными. Потому что склеродермия лечится невероятно большими дозами преднизолона. Как очень быстро уничтожить последствия приема антибиотиков? Хотите, расскажу. Вот смотрите, вы принимали антибиотики. Когда вы их принимали длительное время, то часть антибиотических колоний осталась в вашем организме. Раньше считалось, что организм целиком подавляет при помощи фагоцитоза и выводит это из организма. То есть при помощи иммунитета он полностью подавляет эти клеточки и после этого полностью выходит. Нет, это неправда. Потому что сейчас исследования, которые проводятся в медицинской отрасли, говорят о том, что любой след любого принятого антибиотика в дальнейшем можно в организме найти. Любой след любого принятого антибиотика. Каким образом можно с этим побороться? Ребята, существует метод, который называется заставить организм выработать иммунитет. Нужно взять невероятно маленькое количество антибиотика, который вы когда-либо принимали, развести с большим количеством воды и на протяжении нескольких дней по чуть-чуть пить такую воду, взбалтывая. Таким образом, ваш организм будет вырабатывать иммунитет к данному антибиотику. Понятно? Почему? Дело в том, что наш организм при приеме большой дозы может подавляться. А если давать ему невероятно маленькую дозу, то к этому действующему веществу начинает вырабатываться иммунитет. Вспомните прививки, да? Мы начали это использовать в момент применения химиотерапии. В тот момент, когда человек прошел химиотерапию, в этот момент у человека должна быть реабилитация. Но начинается выпадение волос, грибок, ногтей и так далее. И применяли данный метод, создавая определенную смесь или взвесь антибиотика в очень-очень небольшой форме, чуть ли не гомеопатической. И после этого давали человеку такой препарат, как метатриксат, которым лечили его. И оказывалось, что выход человека и восстановление крови, и восстановление общего иммунного ответа увеличивалось практически в первые дни приема. То есть уже там 6-7 день у человека были видны очень хорошие результаты. Когда человек приходил и дальше делал анализы крови, то врачи очень удивлялись тому, какая у него великолепная кровь после проведенного сеанса химиотерапии. Представляете, да? Оказывается, можно лечить еще и таким образом. Итак, а можно ли создать иммунитет к вирусу, которым вы болеете? Да. Каким образом это можно делать? Вы можете в последние дни болезни вирусной инфекцией, в тот момент, когда вы уже, в тот момент, конечно, то, что буду говорить, ну, выглядит не очень красиво. Но когда вы уже будете болеть, и болезнь будет на последнем издыхании, пролечившись, естественно, антибиотиками, вы заметите, что придет время, когда организм начнет уже справляться с тем заболеванием, которым вы болеете. В этот момент вы можете, сейчас я буду говорить глупости, извините, вкунуть просто в баночку и добавить туда большое количество водички и поболтать. Таким образом, вы у себя сформируете иммунный ответ к тому вирусу, которым вы болели. Понятно, да? Это же разумно, представляете? Гомеопатический создать. Как закислять кефир и молоко. Да, как закислять кефир и молоко, да. И восстанавливать свой кишечник. Очень хороший опыт. Конечно, можно поулыбаться и не поверить. Зря очень, знаете, в этом есть доля разума. Ну да. Наш организм так устроен, он при помощи слюны делает это. В тот момент, когда мы болеем, выделяется большое количество слюны. Но там концентрация действующего вещества и бактерий очень высокая, понимаете. И он не может вырабатывать иммунитет, потому что его иммунная система, ей приходится с этим работать. А если ей дать невероятные яркие ослабленные клеточки бактерий, то тогда он вырабатывает прямо правильный антиген к этому вирусу и в дальнейшем его запоминает. Поняли? Ладно, продолжаем. Итак, желтая лица. О, синие ногти. Еще нам могут, о чем нам могут рассказать ногти человека. Итак, синие ногти, артериосклероз. Артериосклероз. Очень часто мы начинаем замечать и начинаем лечить грибок на ногтях рук и ног. Вы знаете, данный грибок не грибок. Потому что очень часто человек не может идентифицировать, является это псориазом все-таки или является это грибковой инфекцией. Как же это можно идентифицировать? Особенность грибковой инфекции заключается в том, что после того, как грибковая инфекция поедает ноготь, остается очень нехороший запах. Если у вас в момент того, когда у вас появился грибок под ногтем и в момент его усечения есть от ногтя запах, это говорит о том, что вы болеете грибковой инфекцией. В случае, если запаха нет, то тогда вы болеете заболеванием псориаза ногтевого ложа. И это автоиммунное заболевание уже, а не микробное. Понятно, да? Поэтому если грибок на ногтях, я вообще очень советую. Также грибок на ногтях может быть элементом сбрасывания нашего организма колонии грибковых инфекций. Вы представляете? И это может быть тоже проявлением псориатического ногтя. Так я замечаю людей, которые длительное время лечатся антибиотиками и после этого, как следствие этого, но провести аналогию никто не может, как следствие этого появление грибковой инфекции на ногтях, особенно больших пальцев. В этот момент люди начинают страдать, потому что начинают комплексовать, говорить, что там ногти некрасивые и так далее. Я постоянно спрашиваю, был ли курс лечения пневмонией или, возможно, туберкулеза или, возможно, каких-либо заболеваний тяжелых. Оказывается, что больше, чем в 50 случаях люди подтверждают. Говорят, да, после того, когда поболел пневмонией, полечили меня антибиотиками, у меня появился грибок на ногтях. Да, можно условно сказать, что грибок является следствием появления или приема антибиотиков. В дальнейшем организм справляется с этими антибиотическими фазами, выбрасывая его на ногтевое ложе. Если это бактерии, то тогда лучше всего в момент того, когда вы будете это лечить, если у вас после пневмонии или после применения антибиотиков появился ногтевой грибок, то тогда это можно вылечить обыкновенным нестатином. Представляете, размешать нестатин с физраствором и наложить на ноготь в виде аппликации. Понятно? Тоже, как показала практика, работает превосходно. Представляете, я сейчас расскажу. Синие, большие, вздутые такие родинки, наверное, замечали на нашем теле, очень часто это появляется. То есть, есть три вида. Есть папиломка, она такая темненькая, как отделившаяся от кожи. Есть бородавочка, есть бородавочка красненькая, имеет круглую форму. А есть красненькая, и такое ощущение, как будто вот так воткнешь, и из нее вытечет кровь. Гемангиомка. Понятно? Как вылечить вот такие гемангиомы? А иногда они еще объединяются, это гемангиомы. А что это такое? Это инфаркт сосудов. Поняли? Инфаркт сосудов. Да, грыжа сосудов, инфаркт сосудов. Чем можно полечить? Я сейчас скажу, а вы будете улыбаться. Спорим. Вылечить несложно, если применять в ходе лечения обыкновенные противогипертонические препараты. Анаприлин, метапролол, представляете? Сибазон. То есть нужно взять, смолоть их, сделать из них пудру или пыльцу, добавить вазелин в них, и после этого смазывать вот такие розовые штучки. Нет, папилломы нет. И они исчезают. Видите, как несложно. За какое время? За 2-3 месяца обычно исчезают. Дальше. Таким же образом я рекомендую лечить детские гемангиомы. Знаете, у деток появляются гемангиомы на теле. Вот если точно так же смазывать гемангиомы, то эффект будет аналогичный и очень неплохой. Полезно это вам, наверное, да? У вас, наверное, были знакомые, у которых дети болеют гемангиомами. Им рекомендуют лазер, лазер и там еще что-то, да. А ведь можно это полечить противогипертонизационным препаратами от гипертонии. То есть можно вот такими препаратами полечить. При этом ребенку нужно убрать из рациона питания. Ну что, знаете уже, что убрать? Молоко, вы представляете? Творог. И тогда можно лечить такого ребенка. Природа создала человека таким образом, чтобы человек мог что-то запоминать. И таким образом, чтобы он мог проводить аналогию. Мы умудряемся проводить аналогию. Если мы это все знаем, то дальше можем использовать в своей, наверное, лечебной деятельности. Итак, лопается кожа на руках. Очень часто это проявляется. Лопается кожа. Если на руках. Да, если на руках, вот посреди руки, я сейчас расскажу, где пальчики тоже. Если посреди руки лопается кожа, это говорит о том, что есть вирусные инфекции печени. Вирусные инфекции печени. А также, скорее всего, есть ревматоидный артрит. Дальше. На кончиках пальцев лопается кожа. Артериосклероз. Дальше. Артериосклероз. Артериосклероз. Сердечная недостаточность. Ортериосклероз. Или заболевание селезенки. Это не связано ни с витаминами никакими, ни с чем. Это иммунные проблемы. Это иммунитет у вас снижается. За счет чего? За счет аллергии или вирусов, которые находятся в легких. Поняли? Смотрите, белые пятнышки. Это первые признаки как раз аллергии. А мы думаем, что это витаминоз. Нет, это аллергическая реакция. Какая? Это может быть перенесенные вирусные заболевания легких. Или это аллергическая реакция ваших легких. Или это любые другие заболевания легких. Понятно? Ногти неровные вырастают. Скорее всего, вызвано это анемией. Волнистая, да. Скорее всего, вызвано анемией. И скорее всего, это поражения, которые идут в виде поражений селезенки. Также волнистые ногти очень часто говорят о том, что у человека высокая кислотность, ЖКТ. Повышенная кислотность желудочно-кишечного тракта. Ноготь трескается. На ногти появляются трещины. Если на всех ногтях появляются трещины, то это панкреатит. И диабет. Если только на одном каком-то ногте, если это на указательном ногте левой руки, то это тонкий кишечник. Среднего пальца это двенадцатиперстный кишечник. Безымянного пальца это почки и надпочечники. Мизинчиком мочеполовые инфекции. Если правой руки большой палец, мочеполовая инфекция. Указательный палец, мочевой пузырь. Средний палец, заболевание печени. Безымянный палец, заболевание легких. Мизинчик, заболевание коры головного мозга. Итак, продолжаем. Смотрим на лицо, на пальцы посмотрели. Что еще могут пальцы показать? В случае, если целиком палец вздутый, или целиком пальцы вздутые, то это говорит о том, что есть ревматоидный артрит у человека. А в случае, если у него при этом суставы увеличены, суставы, сам пальчик увеличен, то это подагрический артрит. Подагрический. Поняли? При подагрическом артрите бесполезно человека лечить, в случае, если вы не измените ему рацион питания. Таким образом, не меняя рацион питания, бесполезно лечить человека. При любых заболеваниях, артритов, ревматоидных артритов, подагрических артритов, даже псориазов ногтевого ложа, даже экземы, кожных заболеваний, да любых заболеваний, прежде всего человека нужно посадить на строжайшую диету. На строжайшую, из которой нужно убрать следующие ингредиенты. Хотите, я расскажу? Хотите, я вам скажу, как сделать лечение пациента эффективным? Для того, чтобы сделать эффективность пациента максимальным, вы должны давать пациенту одновременно мочегонные препараты, одновременно слабительные препараты и садить его на очень жесткую диету. В эту жесткую диету входит, категорически запрещается принимать следующую пищу. Я вам сейчас расскажу, какую острую специи. Второе, копченая колбасная, шоколадная сахарная, мед, нельзя. Вы очень зря любите мед, объясню вам почему. У обыкновенного сахара, в обыкновенном сахаре глюкозы 7%, а в меде 12%. Тогда скажите, что для человека опаснее, обыкновенный сахар или мед? Мед опаснее для человека, у которого есть сахарный диабет, мед опаснее в 100 раз, чем любой сахар. Мед нельзя есть, в нем большое количество глюкозы. Большое, невероятное большое. Дело в том, что у меня вот буквально недавно был случай, и мамочка говорит, он у меня и так ничего не ест, но мед только дает. Говорю, с этого момента подробнее. Как он пьет чай? Ну, говорит, я ему делаю только зеленый чай, он холестерин убирает и добавляет туда 3 столовых ложки меда. Это у него сахар ниже 11 и не падает, вы представляете? Она говорит, уже лечим и так, и лечим и так, и лечим и так. Сладкое вообще убрали, но иногда мед. Я говорю, иногда мед это сколько? Давай ты сам рассказывай. Он говорит, 3 ложки. Я говорю, 3 ложки меда, да. На стакан чая, да. Сколько раз чай пьешь? Ну, 3-4 раза в день. О, боже мой. Ну, ешь шоколадки тогда уже, зачем тебе надо мед принимать? Я говорю, вы что, с ума сошли что ли? Она говорит, но мед же можно в любом количестве. Я говорю, кто вам это сказал? Мед нельзя. При сахарном диабете мед, это даже хуже, чем любой сахар. Лучше сахар ешьте уже, если на то пошло, если сильно хочется. Дело в том, что роль меда для человека преувеличена. Мед вызывает у человека судороги, но я рекомендую мед кушать тем, у кого ночные проблемы засыпания. А также мед хорошо для тех людей, у кого недержание мочи. Потому что он приводит в тонус мышцы. Поняли? Мышца расслаблена, моча вытекает ночью или днем. Мышца сосредоточена или мышца в тонусе находится, удерживает. Поэтому хорошо мед на ночь беременным женщинам, детям с инурезом. Понятно? У тех, у кого запор. Серьезно. Считайте, что у вас запор, можно утром мед. Почему запор? Потому что толстый кишечник не в тонусе находится, он расслабленный весь. Почему расслаблен? Возможно, давление препараты принимали. Возможно, высокая кислотность. В этот момент хорошо для человека мед попить. Даже медовые клизмы можно поделать человеку. Серьезно. Только если у человека нет сахарного диабета. Медовые клизмы очень полезны, необходимы тем людям, у кого есть запорные проявления. К чему будет приводить? Будет приводить ваш толстый кишечник в тонус. Понятно, да? А, при заболеваниях, связанных с деснами, кровоточащимися, тоже рекомендую небольшое количество меда добавлять на зубную пасту. И таким медом чистить зубки свои, да. Небольшое количество меда. По утрам пить мед с холодной, во-первых, нельзя пить мед. Во-вторых, если вы будете принимать мед по утрам, то тогда, в случае, если у вас есть судороги на ногах, или есть высокое давление, или есть заболевания поджелудочной железы, вам будет плохо. Понятно? Итак, проверено 100%. Мед, при панкреатите мед с водой, смерть. Вообще не пейте. При панкреатите вы можете умереть от реактивного панкреатита. После приема с утра стакана воды с одной чайной ложкой меда. А там... Веренство в сердце, это очень полезно. Слушайте, для сердца это полезно, в случае, если гипертонии нет. А если гипертония есть, то мед с утра нехорошо. При гипертонии нужно убрать молочное, кальций содержащие препараты, представляете? Продолжаем. Лицо бледное. Мы часто видим, как лицо бледное. Лицо бледное – анемия. Возможно, даже заболевание Жильбера. Дальше. Лицо красное. Пышет таким красным цветом. Лицо красное. Либо аллергия. Либо аллергия. Ну, гипертония нет. Я сейчас расскажу, где у гипертоника обычно светится лицо. Итак, лицо желтого цвета. Заболевание – опухоль поджелудочной железы. Дальше. Закрыт желчный пузырь. То есть, это желчекаменная болезнь. Или гепатит. Следующее. Лицо имеет атипичный зеленый оттенок. Атипичный зеленый оттенок. Зеленцой. Почечная недостаточность. Заболевание почек дает синий, зеленый цвет лица. Серый цвет лица – панкреатит. Серый цвет лица – панкреатит. Серый цвет лица с темными пятнами на щеках. Видели, да, проявление темных пятен? Панкреатит. Сахарный диабет. Холецистит. Панкреатит, сахарный диабет, холецистит. Да, сейчас все расскажу. Да, все же это понятно. Ну, все расскажу. Итак, покраснение лица. Лицо бледное, лицо естественное. Мы начинаем обращать внимание на расцветку цвета лица. Итак, а если черное лицо? Вообще почки не работают. Лицо чернеет. Если почка хоть как-то работает, то тогда лицо светленькое. Вообще не работает. Пятна под глазами. Это не почки, друзья мои. Пятна под глазами – это невысыпаемость ночью. На мамочек посмотрите. Мамочки не высыпаются ночью. Что происходит? Пятна под глазами. У детей глисты. Что происходит? Пятна под глазами. Понятно? Поэтому если пятна под глазами, не пятна под глазами, а темные, как бы впавшие глаза. Если темные впавшие глаза, то это ребенка ночью мучает аскориды, видимо. И он ночью начинает чесать там свинтер заднего прохода. Ему это не доставляет удовольствия, не может никак заснуть. Его какое-то время это беспокоит. Но это же неправильно, что в этот момент мы должны подозревать почки. В этот момент мы должны подозревать аскорид. После этого пролечить правильным курсом лечения. Знаете, какой самый простой способ вывести всех глистов из организма? Обыкновенное принятие белой глины. Белая глина убирает все виды глистов из организма, включая заболевания глистов в печени, в голове и еще где-то. Но, во-первых, глина не должна быть токсичной. Она не должна быть токсичной. И я в этом случае рекомендую вам глину белую, которая называется коалина, продается в моей любимой компании Тибетская формула. Почему? Она изготовлена правильно, она проходит радиоактивный контроль. Знаете, если вы не верите, я могу вам показать, как можно запечатать мусор, который мы насобираем на улице, в пакетике и уже послезавтра продать в аптечную сеть. Я знаю, как это делать, как никто. Я говорю это серьезно. И поверьте мне, на этом мусоре укажут, что он был собран правильно, что он радиоактивно безопасным. Почему? Бабло побеждает зло. Поняли? Поэтому, если платить, то это все можно продвинуть в любом месте, в любой стране. Поэтому, когда мы приходим, начинаем там верить или не верить, я вам говорю так. Если нету директора, и вы не смотрите ему в его глаза, и он не несет ответственность, тогда доверять не стоит. Здесь вы видите владельца компании, который вытароченными глазами убеждает, что наша глина самая лучшая. Все претензии готов выслушать в дальнейшем, если будут такие. Одна чайная ложка на один стакан воды. Принимать нужно это 15 дней. Сразу же хочу вам сказать, да, сразу же хочу вам сказать, какие противопоказания наличия гипертонического заболевания сердца. При гипертонии нельзя. Нельзя. Какие показания при заболеваниях туберкулеза и заболеваниях легких, инфизема и так далее. Глина первое дело. Вообще, у меня недавно была такая ситуация. Мужчина позвонил и говорит, Андрей Андреевич, ваш ученик, но очень сильно выпиваю алкоголь. Как начинаю, три недели и не могу ничего сделать с собой. Что мне делать? Я говорю ему, попей глину. Он говорит, какую глину? Я говорю, ну, выпиваешь, тут же наболтай себе вот в стаканчике и выпей. Что тебе мешает? Между приемом порции веселящего вещества, принимай белое вещество. Те, как Айрайса, все равно пьешь. Говорит, ну ладно, пришел, сам не пришел, там подругу прислал. Пришла такая же, знаете, совсем-то. После этого размешали. Вчера приходил днем сюда, сел и говорит, у тебя что, глина заколдованная? Я говорю, почему? Говорит, выпили, мгновенно отпустила похмелье и говорит, мгновенно все перестало тошнить, все перестало болеть и говорит, вообще отпало желание выпивать. И отвращение. И это говорит, что за один раз возможно? Возможно. Представляете? Возможно. Подпаивайте, ужас, какое слово плохое. Подпаивайте тех людей, которые выпивают в вашей семье вот такой белой глиной. Пусть пьют, ничего страшного. Вы увидите, как белая глина убирает у человека возможность в дальнейшем курить и принимать алкоголь. Не напрасно, я говорю очень часто, такие слова. Бог создал человека из глины, поэтому человек есть прообраз энергии вот этой вот глины. Вы знаете, она, вероятнее всего, имеет еще и определенную какую-то эзотерическую или духовную силу, потому что очищает человека от грязи. А любое отравление, глина, она самый лучший сорбент. У нас в семье ребенка отравление, глина, это же лучше, чем давать ему антибиотики. Понимаете? Дальше там жена заболела, первое, что даем, глину. Где-то что-то заболело, сразу же глины намешали, отравились, глины намешали. Кто-то очень сильно отравился после алкоголя, глины намешали. Знаете, помогает во всех случаях. Вообще, считаю, дома все-таки вот такую баночку есть смысл иметь. Для профилактики глистов. Да, для профилактики глистов. Но без гипертонии. Дальше. Если лицо у человека с лицом, понятно. Дальше. В случае, если у человека... А, по поводу диеты, забыл договорить. Итак, мы закончили о том, что нельзя кушать сладкое, колбасное. Дальше сырую, копченое. Дальше сырую зелень. Зелень нужно предварительно, перед тем, как начать давать, нужно ошпарить кипятком, чтобы она была обваренная. Чтобы она была обваренная. Если зелень обваренная, то тогда прием такой зелени не будет вызывать появление оксалатов. Любой. Любой. Если зелень вареная, ее можно кушать. Если сырая, нельзя. Дальше. Убираем творог. Все остальные молочные продукты давать можно. Творог убираем. Дальше. Жареное убираем из рациона питания. Также свинину и сало. Любой алкоголь. Дашь безалкогольный. А что остается? Остается суп овощной, каши в любом количестве. Я вообще могу вас научить очень вкусно питаться. Хотите, расскажу. Хотите, с молоком. Хотите, я расскажу, как можно очень вкусно дома поесть. Берете настоящее подсолнечное масло. Настоящее подсолнечное масло, которое пахнет. Оно очень вкусное. Сейчас осенью это питание, которое убирает артриты. Берете капусту квашеную, добавляете туда подсолнечное масло. Варите перловку, кто любит, а кто любит гречку, а кто любит рис. Когда будете варить рис, то делайте так. Сначала обжарьте на сковородке морковку, добавьте туда лучка и даже помидор, если очень нравится. После этого, когда они обжарятся, залейте их водичкой и добавьте туда кашу. После этого накройте крышку и пусть это все у вас там проварится. После этого помешайте это все и у вас будет великолепный гарнир. Отварите белую грудинку мяса курочки в водичке. Бульончик слейте отдельно. Можете добавить туда мускатный орех. Эта специя не острая. После этого можете отдельно попить бульончик и отдельно съесть кусочек вот такого мяса. Съесть после этого такой гарнир и заесть это вместе с салатом из вот такого вкусного подсолнечного масла. После этого это можно заесть овсяным пряником, который является сладким, с теплым вкусным чаем, в который можно добавить молоко. Смотрите, как вкусно получилось. И все это раздельное питание, смотрите, оно, ваш организм приняв это все, сразу может понимать, что он в итоге получает. Белок есть в мясе? Есть. Кашка полезная? Полезная. А вот такой вот салатик кисленький может быть вкусным и радовать нас может, еще и с подсолнечным маслом таким вкусным. Согласны? И жареное чувствуется тоже, если кто-то любит жареное, хотя жареным, в дальнейшем вареное не является жареным. И здесь и мяско есть и так далее. И бульончиком можно запить, и после этого и чай с молочком попить, еще и овсяным пряником заесть. Если у вас сложное физическое состояние, данное раздельное питание нужно держать не менее 90 дней. Минимум, да. Вы сразу же садите человека, даете ему мочегонное, слабительное. Какие мочегонные я могу вам посоветовать? Форосимид. Не в большом количестве. Ограничение. Ишемическая болезнь сердца. При ишемической болезни сердца форосимид нельзя давать. Дальше. Из слабительных, какие я рекомендую? Слабительные препараты я рекомендую соли магнезии. Соль магнезии. Ее не нужно принимать ежедневно. Ее нужно принимать один раз в неделю обязательно. Одна пачечка соли магнезии на один большой-большой стакан воды. Желательно это делать с самого утра. Чем она хороша? Первое. Соль и магнезии растворяют желчные камни. Соль и магнезии убирают холестерин. А также являются одними из самых лучших ингибиторов выведения аллергенов из организма человека. Поэтому советуют при аллергии давать на язычок вот так небольшое количество вот такой магнезии. То есть человек в пачечку рассасывает, запивает водичкой. В пачечку рассасывает, запивает водичкой. Очень детям помогает. Вот когда дети очень страдают аллергией, даем им вот такую вот сольку. Правда, часто ходят в туалет по-большому. Мы же своему пациенту назначаем вот такое питание, назначаем вот такие, даем вот такой совет, чтобы он начинал принимать вот такую пищу. Естественно, сало и свинину категорически в любом количестве, в любом виде нельзя. Точно так же и колбасное, копченое. Еще, знаете, отдельным, наверное, отдельным словом должен сказать о соленой рыбе. Ее тоже в это время кушать не стоит, потому что соли тоже очень часто создают неправильное, ну, не дают возможность правильного лечения. Сразу выпить стакан? Сразу выпить стакан. Кого стакан? Вон для зонеза. Да, сразу выпить. Сразу выпить и далеко от дома не отходить. Потому что она сразу же булькает и после этого просится наружу. Я вам скажу так, из слабительных, которые есть у нас сейчас в медицинской системе лечения или здравоохранения, я могу сказать с уверенностью, что магнезия является лучшим слабительным. Не касторовое масло, хотя касторовое масло тоже великолепно работает, но дело в том, что касторовое масло на большинство людей не действует. Я могу выпить его литр и не действует вообще, никаким образом, никак. При заболеваниях печени касторовое масло не открывает желчный пузырь и желчь не вытекает. Но может привести к дальнейшему атрофированию и расслаблению прямой кишки, пятипалой кишки и двенадцатиперстного кишечника. И этот нам точно не нужно. Таким образом, магнезия, наоборот, стимулирует, потому что любые горечи открывают желчный пузырь, лечат заболевания желчного пузыря, ну и очень неплохо это работает. Дело в том, что если посадить человека на такую диету, при этом если человека начать давать ему мочегонные каждый день по одной таблетке, даже один раз в день, а также слабительные один раз в неделю, то только на этом фоне вы можете полечить человека от следующих заболеваний. Острой гипертонии, сердечной недостаточности, гипертоническое заболевание, гипертонического заболевания сердца. Это даст облегчение и ваш организм разгрузится и появится и настроение, и хорошее самочувствие, и будет более глубокий сон. Если в момент этого человеку давать еще и препараты, то тогда эффект влияния на этого человека увеличится в несколько десятков раз. Потому что что мы делаем? Мы даем человеку с запором препараты. Зачем? Он же ничего не даст. Также у человека есть заболевание, и человек должен каким-то образом очищаться. Ну а как он может очищаться? Если почки не работают хорошо, моча не выходит. Если кишечник закрытый, и ничего из кишечника не выходит, и после этого ему даем препараты. Что они должны сделать? При этом он не меняет рацион питания. Он как привык, пожарил себе жареной свинины, которая через час стала, я не знаю, чем там, сладким чаем. После этого на ночь выпил еще 20 граммов коньяка. При этом на ночь еще и объелся как можно больше. И заел это все тортиком или пироженком. После этого лег спать, утром проснулся, уже отекший, пострашневший, потяжелевший на 10 килограмм. Он говорит, надо же, я так плохо себя чувствую. Нет, и после этого говоришь, надо вот так вот начать питаться. Человек говорит, как вот так начать питаться, Андрей Андреевич. А что же тогда можно? Можно жить и можно умереть. Понятно? Можно жить и можно умереть. Естественно, этот выбор для каждого человека персонален. Понимаете? Если для вас жизнь, она важнее, чем то, чем вы забьете свой кишечник или свой желудок, ну тогда, наверное, придется дать возможность себе еще пожить. А если все-таки для вас там вы раб желудка и готовы на это положить качество своей жизни, ну что ж, милости прошу, присоединяйтесь. Будем ложить все вместе. Дело в том, что разгрузочные дни не напрасно были в свое время описаны даже в библейских рассказах, даже в евангелистических рассказах. В религиозных это называется посты. В любом религиозном ответвлении, в любой религии есть вот такие понятия, которые называются поститься. Правильно? Таким образом, не нужно поститься, а нужно просто 90 дней разгружать человека и в это время его лечить. Следующее. Или далее. А что делать, если у человека на лице есть какие-либо пятнышки? Итак, покраснение. Первый вид покраснения. Покраснение сразу же в волосяной доле. Покраснение в волосяной доле. Если покраснение в волосяной доле узкой такой линии под волосами сразу, это говорит о циститах, воспалении мочевого пузыря, заболеваниях почек. А если там шелушение, а если там шелушение, гиперфункция, гиперфункция половых желез. Поняли? Гиперфункция половых желез. То есть железы выделяют огромное количество гормонов, но эти гормоны никаким образом не расходуются. То есть у мальчика в этом случае сперматозоиды должны расходоваться, у женщины в этом случае должны быть месячные и так далее. То есть оно должно куда-то деваться, а оно никуда не девается. Тогда, если не девается, должно не стимулироваться. Таким образом, не лобик лечить в этот момент, а нужно давать успокаивающие препараты. Если вот здесь сыпь пошла, и она все время там чешется, обваливается, то в это время нужно давать ребенку препараты с содержанием селена и бора. Следующее. Что если внизу лобика, вот здесь красные прыщики. Видели? Люди приходят, а у них вот здесь красные. Вот это красное, это первые признаки инфекции тонкого кишечника. Дисбактериоз тонкого кишечника, инфекции тонкого кишечника. Вообще, лоб это наш кишечник. Смотрите, мочевой пузырь, тонкий кишечник, поджелудочная железа, желчный пузырь, печень. Смотрите еще раз. Мочевой пузырь, тонкий кишечник, поджелудочный и толстый кишечник, желчный пузырь и печень. Вот так наш лоб показывает нам наши заболевания. Мочевой пузырь, тонкий кишечник, после этого толстый кишечник, поджелудочная железа, надбровье это желчный пузырь, и вот здесь вот наша печень. Поняли? Видеть это несложно. Смотришь на человека, лицо бледное, а здесь темненькое. Если здесь темненькое, это заболевание печени. Если здесь темненькое, видели, наверное, как бы надбровье красненькое у человека. Вот надбровье красненькое, значит проблемы желчного пузыря. Понятно? Мочевой пузырь, тонкий кишечник, желчный пузырь, тьфу ты. Мочевой пузырь, тонкий кишечник, толстый кишечник, желчный пузырь, печень. Дальше щеки. Как диагности... записали это, да? Как диагностировать щеки? Вот так, если мякоть носа убрать и поставить палец, слева и справа, вот здесь вот, слева и справа красная, это гипертония. Щеки красные в этих местах, гипертония. Щеки красные, а и дальше красная, гипертония. А если щеки красные, а дальше белая, скорее всего, туберкулез. 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 На общем фоне лица бледность, при этом щеки красные, это либо туберкулез, либо какие-то тяжелейшие дисфункции легких. Дальше красная отсюда начинается, если провести, то визуально выглядит так, соединяется в большую букву О на подбородке. Вот так, видите? Красная началась здесь и замкнулась вот здесь. Четкий красный такой вот символ. Иногда с замыканием на носу. То есть, как бы красная такая вот полоса. И если зрение так наладить и посмотреть на человека, не видя его черты, то можно определить, что это да, действительно настоящая буква О. Вот эта красная буква О, это автоиммунная инфекция крови, вызванная либо ревматизмом, либо красной автоиммунной волчанкой. Это первые признаки еще и золотистого стафилококка. Ну и не золотистого тоже. Вы знаете, говорить о стафилококке можно очень долго. В целом это один из самых реактивных вирусов, которые мы подхватываем на протяжении своей жизни. Еще и очень часто это делаем в виде прививки, когда наш иммунитет не справляется, и мы в дальнейшем являемся носителями данного вируса. Когда мы получили данный вирус? Данный вирус назывался КПК. Корпоратит краснуха. В это время нас инфицировали. Дело в том, что организм с одной инфекцией справился, а с другой, вероятно, не справился. После этого мы становимся инфицированными. Тем не менее, прививки все равно делать нужно. Лучше жить с этой инфекцией, чем умереть от этой инфекции. Понимаете? Поратит это свинка, да? Да. Но в дальнейшем просто одна из этих инфекций может быть более яркой в тот момент, когда у человека сдвиг нервных состояний, там, распереживались, там, себя накрутили, как женщины могут иногда и мужчины. Накрутили себя, не можете никак расслабиться, вновь и вновь качаете себя, переживаете, там, и так далее. В этот момент не можете успокоиться и появляются вот такие вот состояния. Как проявляется? На щеках проявляется, а также человек очень часто болеет как раз пневмониями, а также болят суставы и очень поднимается соя. Я очень хочу рекомендовать таким людям в это время принимать мой препарат гемартан. Он был специально создан с целью убирания стафилококка. Вот очень рекомендую. Просто если его попринимать, то после этого и ноги перестают болеть, и общество они улучшаются. Какие ограничения по приему этого препарата? Это не купирующийся сахарный диабет. То есть, если у вас сахар выше 11 или 12, если вы начнете в это время принимать гемартан, то сахар может немножко вырасти еще. Потому что он немножко повышает сахар. А в случае, если с сахаром все в порядке, вы принимаете инсулин или там просто не очень высокий, то можете смело, он повышать не будет. На фоне приема этого препарата утром очень хочется пить воду. Также я рекомендую принимать этот препарат на ночь в виде большого количества таблеток. Какого? 6, а то и 8 штук единоразового приема. К чему это приведет? Вы избавитесь от заболеваний, которые проявляются в виде болезненных ощущений в середине костей. Также я рекомендую этот препарат принимать людям, у которых есть заболевания кровеносной системы. Гематологическая, гемолитическая анемия, гемолитический мононуклеоз, ликоцитоз, ликопения, тромбоцитопения. То есть, в этот момент я рекомендую принимать как раз вот этот препарат. Он действительно очень-очень-очень хорошо помогает восстанавливать кровь. Также он убирает вирусные инфекции, снимает холестерин, помогает убрать неидентифицируемые заболевания сосудов, суставов, вен. Ну я не знаю, у него больше плюсов, чем минусов. Данный препарат в свое время был первым изданным в нашей компании. Два препарата мы сделали первых. Это был препарат Пракшалан и препарат Гемартан. И эти препараты сделали славу компании в свое время. Представляете? Когда мы только с двумя препаратами вышли на украинский рынок в городе Венеция, то люди шли специально за Гемартаном и шли специально за Пракшаланом. Представляете, почему? Пракшалан очищал кишечник, восстанавливал работу поджелудочной, желчного пузыря печени, желудка, 12-перстного кишечника, убирал запоры. Он полностью заставляет всю систему кишечника работать. А препарат Гемартан очищал всю кровь от чего? Холестерин, ну а все остальное, это же производные как раз вот таких вот нарушений. Представляете? Поэтому люди покупали Гемартан, люди покупали Пракшалан, и после этого у них проявлялись очень неплохие мгновенные результаты. Так у нас там был Сережа такой, у него был большой живот такой, но он был очень авторитетный в городе Венеции. Ну, видимо, а почему авторитетный? Он там какой-то религиозный деятель, и я его полечил. После этого он пришел уже со своей пастрой всех, и всех заставил приобрести Пракшалан и приобрести Гемартан. Единственное, что люди начали сразу же морщиниться и начали говорить, где же написана эта тибетская формула, это не связано никак с религией. Конечно, не связано, при чем тут религия вообще? Это формула из Тибета. Таким образом, людей заставляли лечиться, и у них это очень хорошо получалось, и до сих пор помнят, до сих пор приезжаю на улице, здороваются, очень-очень супер. Тем не менее, это препараты, которые где-то сейчас недооценены, как-то общий вектор внимания сдвинут в другую сторону. Очень напрасно, я считаю, Гемартан великолепный. Дальше. А что же могут показать нам глаза человека? Забыли еще. А, все-таки с лицом не закончили. Итак, буква О, это красная волчанка, мы это уже знаем. Дальше. Белый нос и нос жирный при этом. И нос жирный при этом. Видели? Белый нос и нос жирный при этом. Скорее всего, это заболевание сердца и заболевание печени. Жирный нос, скорее всего, это еще и холестерин. Высокий. Вспотевание очень сильное лица. Тоже это замечали. Вспотевание лица, это может быть и сердечной недостаточностью, и гипертоническим заболением сердца, и заболеванием артеросклероз. Это не стоит забывать, это могут быть еще и следствия климактерического периода женщины. Опрометчиво полагают, что климакс начинается или заканчивается в тот момент, когда заканчиваются мечные. Нет. Климакс только начинается, когда не заканчивается. Понятно? А что такое климакс? Климакс это ощущение, которое создается нашим гипоталамусом, ну не нашим, а женским гипоталамусом, в тот момент, когда организм больше не вырабатывает яйцеклетку и после этого не делает так, чтобы происходила овуляция. И в этот момент у женщины появляются нервные состояния, панические атаки, спазмы сосудов, расширение сосудов, вспотевание, замерзание. Это все отсутствие вот таких мечтных. И это может длиться, и дальше я буду вас шокировать, до 20 лет. До 20 лет это может длиться. То есть люди считают, что вот закончилось и все, я этим не болею. Нет. Оно может до 20 лет длиться. А вы потом просто... И это может длиться периодами. Там период, там приливы отливы, приливы отливы частые. Потом через год может там ничего с вами не происходить, а потом возобновиться. Почему возобновиться? Ну, это никто не может объяснить. Это целиком может быть сдвинуто из-за переживаний, активной или неактивной сексуальной деятельности. Возможно, там приема какой-то пищи, каких-то ферментов, там отдыха, я не знаю, там переедания, чего угодно. Чем же лечить вот такое вспотевание? У нас есть препарат гипергидрозин. Я его специально создал от вспотевания. Великолепно помогает, насколько я понял. Дальше. А что если у человека... Что если у человека... Итак, вспоминаю. Ага, красная, красная, красный нос вот здесь вот. Если красный и синий нос вот здесь, это говорит о том, что он близок к инфаркту. Дальше. Красные точечки на щеках, но такие в небольшом количестве астма. Склонность к астме. Видели, да? Как красных точечек много-много на щеках. Астма. Синие точки или синие щеки. Ишемическая болезнь сердца. Склонность к инфаркту коры головного мозга. Склерозу коры головного мозга. Дальше. Вот здесь вот фурункулы. Вот здесь фурункулы. Видите? Вот часто вот очень фурункулы вот здесь появляются. Заболевание печени, герпивирусные инфекции, гепатит. Заболевание герпивирусных инфекций, гепатит. Если фурункулы здесь, фурункулы здесь и фурункулы вот здесь. Смотрите. Вот так. А, вот так, вот так и вот так. Как будто можно... Это как будто нанесенная маска. Смотрите. Вот раз. Видите? Да. Как нанес масочку такую. Скорее всего, эпилепсия. Чем вызвана эпилепсия? Ну, вызванная вирусной инфекцией, которая поражает. И сейчас мы можем определить, что поражает. Тонкий кишечник поражает, печень поражает. И мы дойдем сюда мочеполовую и почки. Видите? То есть это... Откуда это началось? Это мочеполовая инфекция была, которая после этого инфицировала печень и которая после этого инфицировала кишечник. Видите? Почему? Все болезни, они вот такие, восходящие. Болезни не могут быть нисходящими. Сознание может гасить. А нисходящие... Все заболевания, они имеют нисходящую функцию. Нисходящую. Смотрите, как это происходит. Я съел ядовитое вещество, оно поступило мне в кишечник. После этого проникает, постепенно парализует печень, парализует кровь. И кровь после этого уничтожает кору головного мозга. Поняли? То есть все заболевания, которые есть у человека, они идут снизу вверх. Не наоборот. Понятно? Поэтому токсические отравления, мочеполовые инфекции, это то, что является основным... Неправильное питание, это то, что является основными заболеваниями. Как же легче всего лечить? Вы представляете? Освобождая человека, очищая его. То есть слабительные, желчегонные и так далее. Ну что, продолжаем. А сосудики на щеках? Сосудики на щеках, это тоже заболевания легких. Да, легких, легких. Что такое сеточка сосудистая? Сеточка сосудистая, это заболевания легких. Заболевания легких, вызванное, скорее всего, отеком. Вызванное, скорее всего, возможно, заболеванием еще и почек. Заболевание почек еще и инфекцией мочевого пузыря. Дальше. Дальше. красный нос, красные щеки, гипертония, синий нос и красный нос еще бывает. Красный нос, это может быть тоже заболевание легких, может быть инфизема легких. Дальше. Губы. Верхняя губа, поджелудочная железа. Верхняя губа, поджелудочная железа. Правая губа, вернее, правая часть, правая часть, это желчный пузырь и печень. Левая часть верхней губы, это желудок, желудочно-кишечный тракт. Смотрите, запеклось. С правой стороны уголок губ, знаете, появилось там что-то, ближе к заеду, Это заболевание желчного пузыря. Вероятнее всего, там закрытый желчный пузырь, инфекция желчного пузыря. С левой стороны появилось, это говорит о том, что очень высокая кислотность желудочно-кишечного тракта. Поднялась. Верхняя губа сжата, находится в тонусе, панкреатит. Поняли? Панкреатит. Белая, панкреатит. Белая над губой, такое, панкреатит. Дальше, под носом, постоянная как влажность, такая, постоянная как влажность. Если под носом, постоянная влажность, аллергия. У мальчика, это или девочки, молоденькие, это может быть еще и курение. Проявление курения. Не страшно. Пусть курят, потом бросят. Мне ребенок приехал в 16 лет. Говорит, я курю. Я говорю, кури. Только теперь я тебе денег давать не буду. Понял? Покупаешь за свои и куришь. Говорит, я же ни у кого не прошу. Я говорю, кури тогда нормально. Какие-то сигареты куришь? Такие-такие. Нормальные. Молодец, кури. Дальше, нижняя губа, 12-перстный кишечник. Смотрите, левая губа, левая губа, она больше отвечает за выведение фекалий из человека. Поэтому, если губа в тонусе, как бы подтянутая такая, да, и достаточно так жестко сцеплена. Ну, есть губа мягкая, а есть губа как натянутая чуть, как в тонусе. Вот если она в тонусе, то тогда говорит о том, что у человека хронические запоры. Понятно? Ну, это нужно разбираться и нужно как-то обращать внимание. Когда у вас будет опыт, людей будет много, то вам будет легче это определять. Дальше, с правой стороны губа, она может быть тоже в тонусе. Это говорит о 12-перстном кишечнике. Когда у вас появился герпес на губе, нужно было определить, на какой губе и с какой стороны. Смотрите, герпес на правой губе, на нижней губе, с правой стороны, это воспаление 12-перстного кишечника. На левой губе воспаление сигмовидной кишки. Сверху, в центре, поджелудочная железа. С правой стороны, тонкий кишечник. С левой стороны, желудок. Понятно? Опускаемся ниже. Подбородок, мочевой пузырь. Мочевой пузырь. Красненькая у вас здесь, видите, очень часто я это вижу. Красненькая у вас здесь, это циститы. Если у человека здесь красненькая и здесь, цистит. Поэтому, когда ко мне человек садится, я смотрю и говорю, цистит. Как узнал, что я сновидящий, что ли? Дальше. Подбородок. Первый признак подбородка, это матка у женщины, пристательная железа у мужчины. Красный подбородок, воспаленная пристательная железа. Если у женщины красный подбородок, это воспаление матки. Если сдвигается влево или сдвигается вправо, то это яичники. С левой стороны более красная, левый яичник. С правой стороны более красная, правый яичник. Если по центру, и слева, и справа, то тогда это и яичники, и сама матка. Понятно, да? тоже не является панацеей, потому что у негра рассмотреть невозможно. У некоторых людей, которые загорают, рассмотреть невозможно. То есть мы говорим в априори о людях, которые проживают сейчас вот в нашей стране, те, которые к нам приходят, не загорающие, несчастные, болеющие и так далее. Правильно? Дальше. Если на зубах черный налет, это очень высокая кислотность крови и очень высокая кислотность ЖКТ. Если зубы желтые, то это тоже не очень высокая кислотность ЖКТ, но она есть. Вы представляете, а если зубы очень белые, это тоже плохо. Почему? Если зубы очень белые, прямо белые и блестящие, это, скорее всего, поражение печени. Почему? При поражениях печени зубы становятся белые и красивые. Но в целом зубы должны иметь всегда небольшой желтый оттенок. Понятно? Почему? Желтый оттенок создает желчь, которая выделяется нашей печенью. Поняли? Она все равно проникает и все равно окрашивает зубки. Если зубы невероятно белого цвета, то это не здорово. Это не здорово. Это говорит о том, что желчный пузырь закрыт. Это говорит о том, что есть поражение желчного пузыря. Тибетцы в своих книгах писали такие слова, ну вот они писали такие, делали такие рекомендации. Они говорили, если у девушки белые зубы, в жены не бери, детей не родит. Понятно? Ужас какой, да? А у нас наоборот, культ белых зубов считается чуть ли не самым прекрасным и самым хорошим. Зря, потому что это говорит о поражениях печени у человека. Поэтому, когда мы завидуем кому-то с белыми зубами, зря это делаете. Мы зато со своими желтыми прозовем дольше. Вот так. Нужно ли при этом отбелять друзьям? Это самая большая глупость, которую придумал человек. Я объясню почему. Особенность нашей зубной эмали касается не самой эмали, а касается самой денты и кости. Вот смотрите, у каждого человека цвет кожи разный, согласны? Точно так же у каждого человека цвет дентальной кости разный. Хоть вы его отбеливаете, хоть вы его не отбеливаете, он у вас будет того цвета, который вас наградила природа. По-другому никак. Хоть перекисью водорода, хоть там ацетоном каким-то, чем угодно это все выводите, сделать ничего с этим нельзя будет. Почему? Это цвет кости. Это цвет кости. Просто если оперировать человека и обратить на кости человека, то у каждого человека кость имеет свой определенный цвет. Понятно? Поэтому то, что у вас зубки такого определенного цвета, это касается цвета вашей дентальной кости. Поэтому не нужно так сильно переживать, легче это принять и забыть. Да, неважно. Дальше. С лицом закончили, да? Переходим, наверное, к языку. Так, а что же может сказать нам язык? Если язык белый, панкреатит. Дальше. Дисбактериоз. Если попросить человека, чтобы он колпачком там каким-нибудь, я не знаю, скребком сдер вот этот белый цвет и понюхал, если будет пахнуть, ну я не знаю, синегнойной палочкой или тухлым немножко, но запах будет очень неприятный, это говорит о том, что формируется и развивается бактериальный панкреатит. Если белое, но после просыпания это все исчезает, если белое после просыпания исчезает и пахнет неплохо, то в этом ничего страшного нет. Если оно после сдирания скребком имеет цвет зеленоватый, это говорит о том, что очень много выделяется желчи. Если сероватый цвет, это говорит о том, что в желудке высокая кислотность желудочно-кишечного тракта. Дальше. Есть разные типы. А, еще. На языке бывает географический язык. Вы, наверное, это замечали. Если язык географический, я рекомендую провести несколько циклов противогельминтной терапии. Если линия на языке сдвинута в левую или в правую сторону, это говорит о том, что есть психические отклонения. Если достать язык, то линия всегда ровная. Если линия прерывистая и сдвинута в левую или в правую сторону, это, скорее всего, какие-то психические отклонения. Такие конкретные. У меня была недавно женщина, девушка, и она во время разговора обратил внимание, что у нее на языке вот такая неровная черта. После этого, где ты работаешь? Я работаю медицинским работником, бла-бла-бла-бла-бла. А потом прошло время и выяснилось, что она психически больной человек. Уже несколько десятилетий ее пытаются лечить. Я заметил, она одно время говорила, что она работает в этой медицине, в другое время она сказала, что она в другой медицине работает. После этого как-то непонятно. Человек одновременно везде работает, что-то нестыковки. Ну что, продолжаем. В случае... А? А, есть ли отпечатки зубов, судорожные проявления в ночное время? Такое есть, да. Если десна воспаляются, это, скорее всего, сахарный диабет. Чем можно лечить, если десна воспаляются? Полоскание с утра оливковым маслом рта. Очень хорошо помогает. Серьезно. При любых парадонтозах самое лучшее средство, это все-таки не метрогелгель, это все-таки полоскание с утра обыкновенным оливковым или подсолнечным рафинированным маслом. Оливковое можно не рафинированное, но оно лучше работает, потому что в нем находятся еще и витамины, и тогда вы можете омолодить ваши десна. А вообще, если десна у вас кровоточат, обратите на это внимание и сходите к эндокринологу. Сдайте анализ на наличие инсулина и глюкозы в крови. Понятно? Какие анализы могут... Ну, сейчас пока не об анализах. Дальше. Глаза. Глаза витрина нашей души и витрина наших заболеваний. Если посмотреть на белки глаз, то мы можем определить, желтая или зеленая. Итак, если уголки, если сами глаза постоянно отекшие и красные, это говорит о том, что человеку не хватает сна. Понятно? Если капилляры лопаются, если глаза розовые, это значит, человек не досыпает. А если и спит, то тогда сон тревожный, что говорит о неврозах. Сон поверхностный, неглубокий. Глаза не имеют голуб... А, белки глаз не имеют голубоватый оттенок, а имеют серозный оттенок. Такое тоже видели, наверное, да? Недостаточность жидкости в организме. Понятно? Недостаточность жидкости в организме. Вообще, для того, чтобы глаза были очень-очень красивые, человек должен много спать, а утром, проснувшись, выпивать большую чашку зеленого чая. Понятно? И тогда глазки становятся очень красивыми. Когда вы выпьете зеленый чай, им же можно и промыть глаза. Представляете? Вот таким зеленым чаем. Без сахара. Можно воду. Ну, вода еще и хлорированная может обжигать сетчатку. А, очень частые проявления у человека. Сохнут глаза и сохнет во рту. Сохнет носоглотка, сохнет слизистая оболочка носа и глотки. Если очень сильно сохнет, это анемия. Отчего же она у него возникает? Это всегда возникает за счет того, что очень высокая кислотность 12-перстного кишечника или поражение 12-перстного кишечника. Почему? Железо усваивается у нас в 12-перстном кишечнике и в 6 сантиметрах тонкого кишечника. Представляете? То есть, фактически все железо мы потребляем именно этими местами. Таким образом, в случае, если у человека отравление, сильнейший дисбактериоз, кишечник не работает, тонус падает, то для него очень важно это все устранить. Чем можно нашими препаратами. Дальше. Мы заговорили о гемангиомах, а теперь можем рассмотреть еще и папилломы. Что же такое папилломы по телу? Папилломы по нашему телу, особенно возникающие на уровне туловища, особенно на уровне живота, это признаки панкреатита и высокого-высокого содержания соляной кислоты в желудке и даже в тонком кишечнике. Применяя препараты, которые снизят кислотность двенадцатиперстного кишечника, тонкого кишечника и желудка, мы убеждаемся, что исчезают все папилломы. Исчезают вообще, уже так много раз это проверяли. Даем железняк, здоровый желудок, гастропротектор, и у человека исчезает данное заболевание. Очень хорошо работает. Дальше, в случае, если глаза зеленые, гепатит, не зеленые, а белки зеленые, гепатит. Поволоко белого цвета, такое бывает, смотришь на глаза и ощущение такое, как будто глаза затянуты чем-то, поволоко. Это может быть первыми признаками высокого сахара. При опросе у этого человека, человек говорит, что все пространство вокруг него видно, как будто он смотрит через призму тумана, как будто в туман. Тоже бывает. Дальше. Очень большие брови очень сильно растут, как у товарища Брежнева. Высокое содержание железа в крови. Высокое содержание железа в крови. На груди у женщины растут волосы. Если на железе или вокруг ореола соска растут волосы, это первые признаки заболевания. Как вы думаете, какого? Это первые признаки, как ни странно, анемии. Вы правильно говорите, это признаки сахара поднимающегося или падающегося. А также это наверняка женщина голодает. Даже в древних книгах написано, что если женщина долго голодает и начинает засыхать, то в этот момент у нее начинает подниматься мужской гормон, тестостерон. Поэтому, когда женщина истощает себя и делает это специально, с целью выглядеть красивой, а не такой красивой, как всегда, в этот момент у нее начинается проявление спасания организма с выделением пролактина. Таким образом, это и приводит к тому, что появляются вот такие волоски. Можно ли с этими волосками как-то бороться? Ну, конечно, можно. Начать кушать и перестать истощать себя. Вы знаете, есть очень хорошая пословица. Кому мы не нравимся, у того нет вкуса. Запомните ее, она вообще очень помогает в жизни. Поэтому в тот момент, когда у вас появляется, ой, я такая или не такая, скажите, кому я не нравлюсь, у того нет вкуса. И занимайтесь дальше естественной своей жизнью. Не заморачивайтесь. Это настолько неважно. Если с вами живет мужчина или женщина, то не заморачивайтесь. И тогда они будут видеть только то, чему вы обучите, чтобы вас видели. Понятно? Говорите, я такая красивая в этом месте. Будет смотреть только туда, куда покажешь. А все остальные никакие. Все, все понятно. У меня был друг, который говорил, у меня жена полная, и мне очень нравится. Почему? Потому что об худых можно разбиться. Я говорю, ужас какой. Кто тебе это сказал? Я все, не знаю, что ли? Ну, конечно, с такой женой. Зачем я это говорю? Дело в том, что это является иногда ключевой проблемой для многих людей. И недооценивание себя, и бесконечное желание выглядеть еще лучше, чем может быть когда-либо. Так вот, вот такое желание выглядит еще лучше, приведет в дальнейшем к тому, что появится еще больше заболеваний, чем было до этого. Поэтому не нужно выглядеть еще лучше, нужно просто заботиться о своих состояниях. Дальше. Тремор рук. Тремор рук. А, по глазам. Есть препозит, когда выпучены? А, выпучены? Ой, очень хорошо. Выпучены глаза – это гипофункция щитовидной железы. Но есть такие моменты, когда глаза как будто спрятаны, как будто отдаляются. То есть у человека есть выпучены глаза, а есть как будто они втянуты в глазное дно, как будто втягиваются. Замечали, да, такие люди есть? Вот когда втягивается, это, скорее всего, склероз коронарных сосудов, склероз коры головного мозга и как раз развитие заболевания катаракта. Хочу вам дать совет. Если у вас плохое настроение, вы очень сильно переживаете или возбуждены, и у вас в этот момент начинают чесаться глаза, то в этот момент их ни в коем случае не чешите. Понятно? Так же ощущения пылинки и так далее. Не лезьте туда руками. Когда человек возбужден, у него поднимается внутриглазное давление. Трогать в это время глаза очень опасно. Потому что вы можете их в этот момент очень разрушить. Понятно? В этот момент особенно, особенно салфетками и какими-то платочками и так далее. Все абсолютно нарушения зубов у человека являются следствием того, что в щели зубные кто-то куда-то когда-то лез. Чего лез? Непонятно. Почему? Инфицировали после этого эти щели микробом, и после этого этот микроб разрушил денту. Да? Замечали такое? Я не обманываю. То есть зачем туда лезли люди, непонятно. Врачи должны обучать человека тому, что он должен просто сживать и никуда не тыкать. Точно так же и все проблемы. А? Ну зубная нить нужна, конечно. Ну вот палочки и там всякие ковырялочки, это не сильно хорошо для человека. Дальше салфетки в глаза, это не хорошо вообще. То есть если вы будете, если вам надо потереть и у вас нет ни возбуждения, ни нервов, то вот так можно делать, а с открытыми глазами вот так нельзя делать. То есть убирать что-то с открытыми глазами нельзя, запрещено. Потому что именно вот так мы себе глаза и деформируем. Именно вот так они и поражаются. Здесь очень мягкая структура, очень тонких капилляров. Вот такой салфеткой можно это так поцарапать. Если смотреть потом на то, что происходит, то можно рассмотреть, как прямо наждачная бумага проехалась сверху у вас по внешнему яблочку вашего глаза. Так же вот как раз все поражения происходят, когда человек возбужден и там раз и почесал себе глазик. В этот момент разрушение происходит максимально сильно. Понятно? Я заметил, что у людей, которым ставят глоукому, есть рефлекс, когда они постоянно начинают там то платочком, то еще чем-то свой глазик тыкать. Я обычно переучаю, говорю, делать этого вам незачем. И человек говорит, у меня ощущение, как будто там постоянно что-то есть, как будто что-то находится и хочется достать. Если хочется достать, глаза закрываешь и вот так вот сверху трешь. Понятно? Вот так вы глаз не деформируете. Если вы будете вот так его тереть, то деформируете 100%. Понятно? Это то, чему нужно обучать наших пациентов, потому что они нуждаются в этом. Дальше. Слезятся глаза. Это может быть следствием анемии, а также следствием гипертонии, а также следствием высокого, ну, как правило, гипертонии. Какие я рекомендую препараты при очень высоком глазном давлении? Друзья мои, я хочу вам открыть тайну. Если вы будете принимать в виде капель аналоприл, метапролол, прямо закапывать себе, как можно это сделать? Вы должны взять любой препарат, который является ингибитором кальция и препаратом, который выводит кальций из организма. И после этого вы можете сделать сами капельки. Каким образом вы можете сделать? Вы можете взять таблеточку, там, 20 микрограмм, после этого смолоть эту таблетку и смешать ее с физраствором. В какой консистенции? 5%. Как определить 5%? Ну, если у вас 200 граммов, то 5% это сколько граммов будет действующего вещества? Ну, на калькуляторе посчитайте. После этого это взболтните, чтобы это растворилось. Сделайте из препарата порошок, сделайте 5% порошок физраствора и после этого пипеточкой закапывайте себе глаза. Дело в том, что никакое, ну вот подумайте сами, если мы принимаем вовнутрь таблетки, если мы, допустим, имеем в зубе небольшую щель и туда забилось мясо, то принимая таблетки мы можем помочь этому мясу оттуда выбраться? Нет. А самый простой способ какой? Достать, взять, да, взять его, выполоскать или каким-то образом достать. Точно так же с глазами. То есть то, что в глазах произошло высокое давление, не убирается таблетками. А вот если эти же таблетки, которые назначают перорально, сделать из них физиологический раствор и после этого капать в глазки 1-2 раза в день, то именно это и снимает гипертонию глаза. Любые гипертонические препараты можно применять с целью закапывания в глаза. И это лучше работает, чем, ну, глазные капли, там, будь какие. Вы представляете? Но об этом никто не говорит? Зря. Потому что эффект аналогичный. Аналогичный еще и с прозондированным, пролонгированным действием. При этом, ну, из таких препаратов, которые мне нравятся, это, конечно же, метапролол. Конечно, мне больше всего нравится. И аналоприл? Аналоприл, да. Это пролонгированным действием. Как лечить глаукому вопрос, да? Как лечить глаукому, наверное, раз за глаза заговорили. Приходите в мою компанию, до пятницы будут капли. Я не успел их сделать, уже все продал. Просто это капли, которые сделаны на основе 5-процентного настоя прополиса. Они действительно очень хорошо помогают, быстро восстанавливают глазки, немножко пекучие, но они действительно убирают глаукому. Был у нас на Украине такой специалист, медик и доктор медицинских наук. Я, к сожалению, не смогу сказать фамилию, но он разработал препарат. Это препарат, в котором два ингредиента. Это ингредиент кварцетин и ингредиент настойка прополиса. Кварцетин он делал из настойки синего крымского лука, а прополис он брал обыкновенный, но особенность изготовления прополиса очень сложная. Дело в том, чтобы его использовать в дальнейшем, к тому, чтобы закапывать глаза, нужно специальным образом этот прополис подготовить. Каким образом? Его нужно сначала выжарить на сковороде с персиковым маслом. Представляете? То есть нужно его на сковороде развести 1 к 10 с персиковым маслом. После этого остается засохшая консистенция, похожая на клей засохший. Это очень похоже на смолу с деревьев, знаете, такую. Она застывает и появляется как смола, как живица с абрикосовых деревьев, только черного цвета. Имеет запах прополиса. После этого это высушивается, после этого прокаливается и перемалывается на кофемолке. Получается красивый желтый порошок. Даже не желтый, а немножко темного цвета. После этого это все кипятится в замкнутой среде, в 96% спирте и кипятится на протяжении 20 часов. Из этого всего появляется спиртовая настойка настоящая. Это делается через отсечной куб такой, когда капельки поднимаются и спускаются отдельно в виде настойки. Такой отсечной куб готовит такую настойку и после этого именно эти капли, их и нужно использовать. Понятно? Эти капли после этого не имеют микробных фаз, не имеют токсических фаз. Они полностью усваиваются организмом, но они очень концентрированные. Если 10 капель вот такого концентрата капнуть в воду, то вода становится похожая как молоко. Она становится как густое молоко. Когда начинаешь пить, то ощущение как будто пьешь такой очень концентрированный настой можжевеловых. Очень хорошие капли, у нас они есть. У нас есть, их можно будет покупать дальше. Просто очень долго делается. Когда вы делаете водяную настойку, то у вас в водяной настойке спирта прополис растворяется вместе с восками. А воски очень вредны для внутреннего применения. Воски очень вредны. Поэтому если воск будет попадать, то это вообще не хорошо. То есть это в дальнейшем ваши желчные камни и что с ними делать потом, будет неизвестно. Также если вы будете покупать настойку фильтрованную, любую-любую, но которая не была сделана путем горячей спиртовой перегонки, то у вас эта настойка фактически вот так как нужно работать не будет. А ведь есть же специалисты, которые сейчас делают вот такие настойки, но такие как я, это же не придумано все. И вот такими настойками можно лечить дивертикулез кишечника, опухолеобразование кишечника, заболевание реактивной онкологии поджелудочной железы. Вы представляете, это уникальный продукт просто, и его идет очень мало. То есть человек 30-50 капель в стаканчик капает, один раз в день выпивает. Я объясню, какой эффект. Запоры убирает 3-5 дней. Дальше восстанавливает работу поджелудочной железы там 10-15 дней. Понимаете, то есть вот такие эффекты идут. И флакончик вот такой маленький. И удобно носить с собой. Значит, ты диабет убираешь? Может диабет убирать. Насколько я знаю, очень широко используется в эту сторону. Ревматизм лечит, ревматоидный артрит убирает, дезинфицирует кровь. Но природа создала это специально, наверное, для человека, очень неплохо работает. При этом использовали разные виды прополюса. Вы знаете, у них у всех спектральный анализ показывает одно и то же действующее вещество. Это действующее вещество, это сапонины вот этих вот клеев, которые являются жидкими клеями, которые дают растения, которые есть на коре. Видели, наверное, да? То есть они вот это собирают и именно этим потом залепливают. Не напрасно существует целый цикл лекций, где я объясняю, каким образом человека можно лечить при помощи вот таких клеев. Чем можно лечить, какие заболевания лечатся? Там абрикосовыми этими клеями, вишневыми клеями, а также стополя клеями и так далее. Живицей, ладаном, а ведь ладан является клей, который вырабатывает пальма определенного вида. Вы представляете? То есть это все лечится и вот эти клеи, они очень-очень эффективны. В этом году я очень просил женщину одну, чтобы она мне собирала абрикосы, а когда появится на абрикосе клей, чтобы она мне его пособирала. Почему-то она не пособирала. Хотя клея в этом году было много, она говорит. Ну, может, еще и привезет. У вас нет? Я бы купил. Ну что, продолжаем. Итак, в случае, если у человека треморук, треморук, треморук это заболевание позвоночника и заболевание инфекцией продолговатого мозга. А, папилломы по телу, я о них начал говорить. Папилломы это заболевание поджелудочной железы высокой кислотности. Белые бородавочки, белые бородавочки, такие микролипомки, они обычно образовываются вокруг места, которое нужно стимулировать. Это воспаление лимфатических узлов. Смотрите, если они появились под грудью, нужно стимулировать работу груди. Каким образом? Массажем. Если они возле щитовидной железы, нужно стимулировать работу щитовидной железы. Каким образом? Влиять на щитовидную железу. Если такие микро-беленькие, висячие, как их называют, я не знаю, липомки, появляются где-то на уровне половых органов или где-то вдоль тела, то нужно, где они или напротив какого органа появляются, вот ту железу, которая отвечает за этот орган, вот ее нужно стимулировать. Под мышками? Грудные железы. Конечно, под мышками грудные железы. В паху мочеполовые железы. А на шее? Щитовидная железа. На шее обычно вот здесь. Щитовидная железа. Это нужно стимулировать щитовидную железу. Практически первые признаки гипотириоза – это появление маленьких-маленьких тоненьких бородавок, белых прозрачных на уровне шеи. При применении препаратов тибетской формулы, таких как селен-йод, это наш новый препарат, таких как тератозин для лечения щитовидной железы, тератозин для лечения щитовидной железы, и фукус – это та водоросль, которая бурая для лечения щитовидной железы. Можно вылечить заболевания щитовидки. Как долго принимать? Ну, иногда достаточно месяца, иногда двух месяцев недостаточно. Хочу сегодня презентовать вам новый препарат нашей компании и уже завершить нашу сегодняшнюю лекцию, которая, надеюсь, была для вас интересна. На следующей неделе я привезу сюда ряд препаратов. Каких? Это будут гомеопатические препараты. Мы продолжаем выпуск гомеопатических препаратов. Это гомеопатические препараты преднизолона, гомеопатический препарат левофлоксацина, гомеопатический препарат пенициллина. Так бывает, что человек длительное время при ревматоидном полиартрите принимает преднизолон, гидрокортизон и другие препараты, которые заставляют его в дальнейшем страдать. Почему страдать? Организм привыкает к этим препаратам и после этого не хочет самостоятельно в дальнейшем вырабатывать свои собственные гормоны. Согласны с этим? А это же возникает и при длительном употреблении астматических препаратов. То есть человек астматик, он принимает преднизолон, потому что это то, что вы вдыхаете, это обыкновенный преднизолон. Также у человека при артритах вновь появляются артриты, организм не хочет принимать, потому что он сам не выделяет. Так вот, заставить наш организм после применения в длительном количестве времени самому выделять ферменты, кортизона, гидрокортизона, которые помогут в дальнейшем избавить человека от таких тяжелых заболеваний, не прибегая при этом к тяжелым гормональным препаратам, поможет нам вот такой вот препарат преднизолоногомеопатический. Представляете? Таким образом, если человеку начать давать преднизолоногомеопатический, то он на первом этапе может избавиться от ревматоидного артрита, от ревматоидного полиартрита и уже второй раз не прибегать к лечению себя гормональными препаратами. Нужный препарат? Нужный. Когда человек лечится и у него была пневмония когда-либо или там был прием антибиотиков, то эти антибиотики делятся только на два. Это пенициллины, а также левофлаксацин. Все остальные являются производными одного или другого. Таким образом, если мы даем человеку и либо пенициллины, и производные пенициллина, либо флаксацин и производные левофлаксацина, то в дальнейшем это все нужно лечить тем, что мы должны создать предпосылки того, чтобы организм убрал в себе или выработал иммунитет именно к этим грибковым инфекциям. Кому это нужно? Людям, прошедшими однажды химиотерапию, людям, которые хоть когда-либо в жизни применяли антибиотики. Вы применяли антибиотики? Вы применяли либо один, либо второй. В таком гомеопатическом виде этих антибиотиков нет, но вы можете и один, и другой пропить, и ваш организм выработает иммунитет. Почему и кому предназначается данный препарат? Когда антибиотики перестали действовать, говорят, ну уже никакие антибиотики на меня не действуют, чем же лечить? А ведь хочется еще получить лечение определенным антибиотиком, правильно? Тогда вот нужно как раз попринимать вот этот гомеопатический антибиотик. Почему? Чтобы в дальнейшем обыкновенный антибиотик, самый простой, самый слабый, имел на вас воздействие. Представляете, да? Таким образом мы можем полечить себя антибиотиками гомеопатическими, а также гомеопатическим преднизолоном. Вы представляете? Это позволит нам в дальнейшем улучшить свое состояние и поможет нам в дальнейшем лечить людей. Мы сейчас делаем целый ряд, целый ряд, я не знаю, там 100 препаратов, которые будут гомеопатическими. То есть мы делаем целый гомеопатический ряд препаратов, которые должны человеку помогать. Я буду по этим препаратам отдельно создавать лекции и так далее. Скажите, вам сегодняшняя лекция понравилась? Скажите, вопросы есть? Есть. А вот органы малого таза, тромботизация венок, что это за? Это заболевание почки. Это почки, вызванные отравлением, действующее вещество, среди которого это, скорее всего, ферменты, которые начали добавлять в колбасные изделия. Я вам скажу так, сейчас наша Украина и вот очень сильно Киев болеет. Почему? Это связано с какими-то продуктами питания и почему я вам объясню. Дело в том, что когда люди обыкновенные приезжают откуда-то вот ко мне, вот с Италии приезжала девочка, с Германии пара приезжала, с Португалии были сейчас ребята знакомые. Я на них смотрел и у них этого нет. То есть у них лица неотекшие и поражения почек нет. Мы едим какую-то еду сейчас и в этой еде есть какие-то ферменты, которые поражают наши почки. Я так думаю, что, скорее всего, это колбасные изделия. Колбасные. А что делать? Ну, многие, понятно, там можно. А это стазы? Вообще, нужно сразу же противотромбиновые препараты давать. Какие это противотромбиновые? Противотромбиновые препараты, это первое, камфора в порошке вовнутрь, перорально. Каким образом ее принимать, я вам расскажу. Одна чайная ложка на один литр воды, камфоры, и ее вот так вот сболтнуть, она в воде растворяется. После этого по столовой ложке два раза в день. Это лучшее тромборазжижающее действие. Вообще, успокаивает и тромбозы убирает. Дальше. Уникальный просто препарат, уникальный, дитролекс. Какой? Дитролекс. Это где? Это в аптеке. Дитролекс, он уникален. Во-первых, он включает мышечную структуру, восстанавливает мышечную структуру, сжимает сосуды, сжимает мышечные ткани вен, убирает глубокую тромботизацию. Вообще, считаю, что за счет этого препарата можно купировать самые страшные такие заболевания, как гангрена и так далее. Также любые глубокие сосуды убирают вот эти тромбозы. Как принимать? Две таблетки три раза в день. Можно до четырех раз в день. Сколько принимать? Не менее 15 дней нужно принимать. Да или после деда. Натощак. Вообще, если у вас, вы сидите сейчас, и у вас есть тяжесть ног, знайте, это все тромбозы. Человек в обыкновенной жизни, вот я, я сейчас своих ног не чувствую, они у меня что есть, что нет. То есть, я разулся, ноги стоят на полу, я чувствую холод. Но вот ни в бедрах, ни в икрах ощущений никаких нет. То есть, они не уставшие, не не уставшие. Точно так же, когда хожу, вот прошелся туда, прошелся туда, прошелся сюда. Целый день на ногах простоял. Прихожу, и нету такого, что ноги так болят, что нужно лечь их, поднять и там в холодную воду опустить. А если и это есть, то это, скорее всего, нужно пролечить, чем? Это говорит о тромбозе сосудов, и нужно это лечить дитролексом. Дитролексом и октавигином. Октавигином, да. Дитролекс. Да, октавигин по одной таблетке три раза в день, дитролекс по две таблетки три раза в день. Не менее 15-дневного цикла. Вообще, я считаю, препарат октавигин уникален тем, что он добавляет кислорода в кровеносную систему наших сосудов. Дитролекс уникален тем, что он добавляет кислород, внося этот кислород в венозную структуру. Почему у человека появляется тромботизация сосудов? Тромботизация происходит от высокого холестерина, а высокий холестерин от нехватки кислорода. Поняли? Высокий холестерин от нехватки кислорода. Что же можно посоветовать человеку? Как ни странно, дышать, быть почаще на улице, принимать препараты, которые могут помочь увеличить количество кислорода, который может усваиваться в крови. Среди этих препаратов, один из самых лучших препаратов, это наш препарат хлорофилиус. Он там называется хлорофилиус 300 или хлорофилиус 800. Нужно попросить Оксану, пусть покажет. Я вам сейчас покажу, как он выглядит. Чем он интересен? Этот препарат интересен тем, ну и мы уже так долго разговариваем. Препарат интересен тем, что он может очень существенно помочь человеку поддержать его при абсолютно всех заболеваниях. Каких? Вы представляете, будь то онкологические процессы, будь то заболевание кишечника, будь то заболевание головы, нервное состояние, что угодно, принимайте этот хлорофилл. О, есть он, да? Вот так вот он у нас выглядит, называется хлорофилиус. Я вам сейчас расскажу. Вы хотите дома приготовить зеленку? Вы должны взять одну капсулу этого препарата хлорофилиуса, налить пол-литра воды и высыпать то, что находится в этой капсуле. И у вас получится целых пол-литра такой концентрированной зеленки. Ужас какой, да? Дело в том, что вот этот брюлентин, которым вы лечите себя, этот брюлентин, это большое количество кислорода, который выделяется за счет хлорофиллов, которые попадают в кровь, и они выделяют вот этот кислород. Вступая в реакцию с солнцем, в тот момент, когда вы принимаете это в середине себя, то вы все равно ходите по улице, вы все равно там рядом с лампочками какими-то находитесь. Этот хлорофилл не умирает, он все равно выделяет в середине вашего организма огромное количество кислорода. Я считаю, что это помогает человеку, невероятно просто помогает человеку избавиться от старения, огромного количества заболеваний, связанных с кишечником, с мозгами, с каким-то процессом распада органов, туберкулез, хлорофилиус, заболевания кишечника, хлорофилиус, заболевания онкологические, хлорофилиус. Вы представляете, вот я вообще хочу вам рекомендовать, вы можете прямо сегодня начать лечить людей от онкологических заболеваний. Каким образом? Рассказать, назначайте людям вот ту пищу, которую я вам дал, только убирайте мясо и молоко, еще убирайте мясо и молоко, и при этом заставляете человека не выходить на улицу и все время находиться в темном помещении. Что можно делать? Он может смотреть телевизор, может смотреть там что угодно, но находиться все время должен только в закрытом темном помещении. Даете ему каждый день не менее 10 таблеток этого препарата. Это все накапливается в онкологических клетках, после этого приносите лампу и лампу дневного света направляете на опухоль, там где эта опухоль у человека имеется. Проникая через кожу, через поры, возбуждая хлорофилы, которые накоплены в органах, будет выделяться кислород, который является мощнейшим антиоксидантом, он и уничтожит данную опухоль. Прикольно? Вот он, этот препарат. Лампу лучше использовать зиппер или там зиппер, да, как она называется? Сколько человек должен сидеть в этой комнате? Целый день и несколько месяцев подряд. А чем вам это зиппер? Нужно, чтобы был дневной свет. А дневной свет это, дневной свет это вот свет, который есть на улице, когда мы загораем. Если было бы лето, то можно целый день человеку находиться в темноте, целый день находиться в темноте в комнате и принимать эти препараты, и один раз в неделю выходить и загорать на солнце. А только под лампой? Под лампой, а в чем особенность лампы? Если вы хотите, чтобы воздействие произошло правильно, вы должны взять лампу, и она должна быть вот такой, но создавать такие же лучи, как создает солнце. Поняли? То есть она должна совпадать. Я не знаю, у солнца и у солнечного света, у дневного света есть определенные волновые, да, волновые вибрации там какие-то. Я не специалист просто. Да, цептор, не зиппер, а цептор. Вот такой цептор, да, биоптрон называется. Вот такой цептор, его можно использовать в ходе лечения онкозаболеваний. И вот этим препаратом и вот такой лампой вы можете вылечить узлы щитовидной железы, злокачественные, узлы груди. Серьезно, пусть тебе, если такое имеет место быть. Естественно, если это матка, то можно подносить на место, там где есть матка. Если это грудь, на место есть грудь. Если это поджелудочная, на место, где есть поджелудочная. Это касается только в случае, если у человека очень небольшая опухоль. Потому что если опухоль большая, то все равно опухоль будет разрушаться. А в том месте, где она будет разрушаться, это части тела, которые должны каким-то образом мумифицироваться. А это в середине вашего тела начинает гнить, при этом это в середине вашего тела начинает разрушаться, это не очень хорошо. Поэтому если опухоль имеет размер больше 4 сантиметров, то тогда лампой такой уже лечить бессмысленно. Но это очень неплохо лечить в случае, если у человека есть меланома. Представляете, меланома. А также там заболевание груди. Естественно, как это делается? Если вы на улицу выходите, то хлорофилл в вашем теле не выборочно и не точечно, но разрушается. А в случае, если вы подносите лампу, то тогда через то, что лампа влияет на определенную часть ваших тканей, в том месте, где находится опухоль, будет хлорофилл выделять очень активно кислород, и в этот момент будет происходить распад. Класс. А где вы обучаете? 10 минут. 10 минут. Вообще, дело в том, что разрушить мгновенно невозможно. Но вы представляете, я, конечно, не должен был сегодня это говорить во время лекции, но это чуть ли не панацея на сегодняшний день лечения онкологических заболеваний. Это чуть ли не панацея. И вы знаете, этим с успехом уже пользуются в Израиле. Этим вот травка зеленеет. Это же хлорофилл, который делается из определенных сортов травы. Это активные хлорофиллы, которые попадают в клетку онкологическую. А почему это происходит? Онкологическая клетка – это клетка, которая делится и которая не отмирает. А если она делится и не отмирает, значит, она ничего из себя не выделяет. В свое время сделали открытие, определили, что онкологическая клетка – это клетка, из которой ничего не выходит. Наши клетки делятся, обновляются, одни отмирают, другие там живут и так далее. Онкологическая она только ест и ничего не выделяет. Таким образом, если ей дать хлорофилл и после этого создать условия выделения хлорофиллом кислорода, тогда что будет происходить? Кислород является мощнейшим окислителем, он окисляет в середину опухолевидный процесс и уничтожает его. А если человек не может в силу своей профессии, допустим, сидеть постоянно в теломниковной? У человека же есть другие возможности. Есть онкодиспансеры. Можно сходить в онкодиспансер и сделать лучевую терапию, есть радио. Есть же более эффективные способы. И это же, вы знаете, вот сейчас очень правильно вы заметили, это не может быть панацея, потому что это требует от человека и времени, требует от человека и, наверное, концентрации какой-то, и требует постоянности и так далее. Но иногда это может быть более гуманнее и более, возможно, даже экологичнее. После того, когда отрезали хлорофиллом, лечить можно. Вообще я считаю, что омоложение зависит от того, насколько в человеке активно формируется и окисляется кислород. Почему человек стареет? Потому что клетки замедляют свою обменную функцию и после этого они перестают быстро обновляться. У ребенка они обновляются каждый там какой-то период времени. У взрослого медленнее, у взрослого еще медленнее. Так наши клетки не стареют, они просто замедляют функцию обновления. Поняли? Каждая наша клетка, она имеет рост новой клетки и рядом с ней она замирает и после этого отмирает, мумифицируется, депонируется, выводится. Таким образом человек обновляется. Чем быстрее обновляется и с чем это связано? И кто влияет на то, чтобы обновление происходило? Кислород. Если давать человеку... Можно в солярии. Если человек принимает данные препараты и после этого посещает, допустим, солярий, то он в этом случае позагорать сможет и восстановить себя. И препарат недорогой. Сколько он нас стоит, кстати? 200 гривен там. Ну, как все препараты. Неумолакин в этом случае советует перекись. Перекись водорода не очень правильный эффект. Не очень правильный эффект создает. Хотя я думаю, что на первом этапе тоже неплохой эффект может быть. Дело в том, что он где-то прав, но где-то не прав. Знаете, как и я. Дело в том, что вся наша медицина, наши отношения, наша социология, наша семейственность, наши какие-то там элементы всякие, они все парадоксальны. То есть человек каждый имеет свои чувства, имеет свое познание мира и имеет... Вы знаете, с позиции либерализма или с позиции, наверное, с позиции чувств можно объяснить любое негодяйство. Это же не значит, что все люди должны сразу же стать очень чувственными и нездравомыслящими. И опять-таки, если чувств не будет у человека, то тогда через позицию только здравого ума мир может стать холодным, черствым и деревянным. Согласны с этим? Поэтому даже два таких элемента, они уже указывают на то, насколько мир невероятен, насколько он имеет много своих граней. Поэтому возможность человеку помогать. Я считаю, что любые методы, которые помогли даже одному человеку, они не должны быть сразу же презираемы, они не должны быть сразу же отвергнуты, они должны, скорее всего, быть изученными. То есть это все человек изучает сначала как парадоксальную медицину, после этого как гипотетическую и только после этого как уже постоянная концепция. То есть воспринимает это как концепцию, тогда это можно уже назначать. Ну а как же это можно изучать, если в стране денег нет, если никто этим заниматься не хочет, если уже все, что можно было придумать, придумано, но не имеет свою эффективность и так далее, и так далее, и так далее. Все изучают. Все изучают, да. Таким образом, естественно, все имеет свою концепцию. Я не противник углекисловых масок, не противник питья боржоми. Но вы понимаете, то, что для одного хорошо, для другого может быть плохо. Когда-то Авиценов в своей книге написал следующие слова. Лекарь это не тот, кто помогает. Лекарь это тот, кто на первое место ставит возможность не навредить человеку. Поняли? Не навредить. Поэтому лекарь это не тот, кто помогает, а тот, кто еще умудряется не навредить. Поэтому если человек лекарь и после этого пытается там помогать и вредит, то он тогда уже нарушает концепцию медицины. Я считаю, что в нашей медицине забыто условие медицинского сотрудника или работника, который называется «еще и не навредить». Так мы очень часто видим наших медиков, а также людей, продвигающие определенные темы, как концепции, продвигающие еще что-то с позиции, наверное, зарабатывания денег и бизнеса. Но иногда эти люди просто не ставят ограничений и тем самым очень сильно могут нарушить жизнь других людей. Так я видел женщин, которые отравили себя противогельминтными препаратами. У меня есть дети, которые лежали от вармила и препаратов противогельминтными в реанимации. У меня есть дети, которых мамочки поили определенными минералами и еще чем-то, которые тоже легли в реанимацию и еле детей спасли. У меня есть люди, которые намазывались мазями и после этого умерли от того, что у них был отек винки в ночное время. У меня были знакомые, которым Лама назначал таблетки, женщина выпила до утра, не дожила, никто не смог. Знаете, сколько всего есть? Но это же значит то, что либо человек не учитывает то, что можно навредить, либо данный препарат имеет невероятную эффективность. Я противник высокоэффективных препаратов. Именно поэтому я не делал препарат, который будет помогать за 20 минут, а делал препарат, который нужно принимать месяц. Почему? На первое место я ставил возможность еще и не навредить человеку. Поэтому я знаю, что если им давать человеку, то у него не произойдет мгновенное плохое состояние, и он мгновенно не умрет, но возможно он почувствует, что препарат ему не подходит. Он возможно откажется от дальнейшего применения через неделю, две недели, три недели, когда начнет ощущать это. Понимаете, да? Почему? Я ставил возможность не навредить еще и ставил это на первое место. Таким образом, возможность не навредить и возможность помочь все-таки тем людям, которые хотят улучшить качество своей жизни, ставилась на первом месте, когда я начинал изготавливать данные препараты. Естественно, можно ли сказать, что есть препараты эффективнее? Да. Они эффективно лечат, но они могут эффективно убивать. Согласны с этим? Так мы видим эффективное лечение гипертонии для одних людей и эффективное уничтожение других людей такими же антигипертонизационными препаратами. Мы видим лечение одних людей от заболеваний желудочно-кишечного тракта, а других людей они могут очень сильно там… Мы видим одних людей лечение онкологии очень эффективное, а других людей, лечащих онкологию с дальнейшим разрушением, без возможности восстановления. Вы понимаете, то, что может быть очень ярким, максимально эффективным, может приводить еще и к очень ярко-эффективному разрушению. Так во время, вероятнее всего, клинической какой-то госпитализации необходимость применения эффективных препаратов возрастает. Но вот в таком среднем рычаге лечения, когда обыкновенные люди начинают получать терапию, для них возможность все-таки применять вот такие, возможно, средние по эффективности препараты, они вызывают большой интерес. Правильно? Таким образом, омолодиться эффективно, а эффективность это значит два месяца. Понимаете? А эффективность, к которой мы привыкли, это когда салпадеин выпил, и после этого зуб тут же перестал болеть. И мы говорим, вот это эффективнее. Правильно? Но дело в том, что вот такой салпадеин, он может одному помочь или даже помочь избавиться от боли, но при этом нарушить ферментацию печени, вызвать какие-то невероятные изменения гемолитические и так далее. Согласны с этим? Поэтому здесь очень часто я говорю о том, что Авиценна был прав. Особенность не навредить в медицине занимает тоже ключевую роль. Если бы наша медицина была невероятно эффективна, то у нас бы не было никаких компаний, которые торгуют БАДами. А почему наша медицина эффективная? Не навредить они не поставили на первое место. Поэтому отсутствует возможность дальнейшей реабилитации, профилактики заболеваний. А уже что предлагают? Это предлагают экстренную терапию, предлагают терапию операбельную, более реактивные системы лечения. При этом наша медицина не ищет возможность профилактики реабилитации, а старается максимально увеличить эффективность, не понимая, что максимальная эффективность – это как русская рулетка. Это когда один патрон, ты раскрутил барабан, если поможет, то не выстрелит, а если не поможет, то тогда все будет щелчки, знаете, или наоборот. То есть это как русская рулетка. Увеличивая эффективность препаратов, а вы, наверное, уже заметили, на протяжении 10 лет появились аналоги, увеличивающие действующее вещество в десятки, в некоторых случаях в сотни, в некоторых случаях до тысяч раз, и в некоторых случаях даже до десяток тысяч раз. Таким образом, уже человеку даем, человек говорит, мне надо очень эффективное, и человек хочет эффективное, и не понимает, что эффективное может его покалечить. И после этого эффективное лечит и калечит одновременно. Понимаете? Так в погоне за новым эффективным действующим веществом мы забываем о том, что человек должен еще и не навредить себе, а не только полечиться на время и перевести заболевание в виде там ремиссии или еще чего-то. Таким образом, мы создавались препараты. Сказать вам, что мы не можем сделать более эффективное вещество, полная ерунда. Мы можем сделать его ярче, чем любой фармацевтический препарат, но не делаем это специально, потому что для нас очень важно сделать так, чтобы у человека была возможность все-таки полечиться и сделать это в виде и профилактики, и реабилитации, и делать это не спеша. Почему? Впереди целая жизнь. Можно это все лечить, можно лечить по чуть-чуть, и можно это из себя, из себя из этого доставать. Я надеюсь, вам понравилось. Ура! Если у вас есть возможность все-таки покупать мои курсы, делайте это через официальный сайт или через партнерскую программу. Тех людей, которые участвуют в партнерской программе, дайте им возможность заработать. Это же сегодня вы даете, завтра вам дают, понимаете? То есть понимаете, круговорот обмена веществ, только круговорот энергетический. Субтитры сделал DimaTorzok